Знаете, можно по-человечески что-то делать, но мы знаем, что это делает Бог. Я буду читать Слово Божие. Я часто это читаю, когда Бог посылает нам друзей. Поэтому я это просто прочитаю. Слово Божие. Мы будем благодарить Господа и просить благословения на это служение. Где наш брат вас? Братья и сестры, где вас служите? Где вы его потеряли? Брат вас, да? Брат вас. Мы переживаем, если переживать, где служите? Каков следствие? Седаю туда. Я буду читать Слово Божие. Будем внимательны к слышанному. Слово Божие говорит, чтобы были очень внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо это Слово, оно было возвещено и прежним поколением, израильскому народу. Но так как они не растворили его верою, то произошла беда. И Библия говорит, это нам наставление, как образы даны, образы, чтобы были внимательны к слышанному. Когда Христос сеял, 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 и там описывается почвы, первая почва, да, при дороге. То там написано, что посеяно было при дороге, не уразумели Слово. Оно посеяно было, но не уразумели. А Христос говорит, а если вы уразумели это, то хорошо будет, то давайте разуметь, разуметь. Читаю Слово Божие. Десятая глава, Деяние апостолов, 31 стиха. И говорит Алексей, где нашел? Вышел, да? Игорь, посмотри, там на кухне работает, два сестры обижаются, чтобы не было огорчения. И говорит Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспоминались пред Богом. Итак, пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тот час послал их тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Слава Богу! Слава Богу! Брат Вася, ты можешь рассказать все, но дивись, все, что от Бога. Братья и сестры, спеть все, что вам повелел Бог. Рассказать стихотворение все, что положил Бог на сердце. Он планирует, а не мы. Мы можем так напланировать и сказать, слава Богу, а его нема. А его нема. Поэтому пусть Бог поможет все, что повелено от Бога. Братва себе уже казали некоторым, то мы молились, и вчера проезжали коковку, так получилось. Коковку проезжаем, и коковцы, приветствуем. Ну и начало, наверное, коковку. И назад, так едем уже ночью, далеко. Были аж там, в Николаевской области, тоже коковка. И как раз звонит ваш руководитель там, немножко побеседовали с ним. Поэтому пусть Бог поможет и благословить молитвы услышанной. А теперь исполнить волю Божью. А народу Божьему в Запорожье услышать, что повелел Бог в коковке, привезти нам и передать. Хорошо? Мы будем молиться. И я прочитаю такое местописание. Это 102-й псалом. И мы попробуем это сделать в Духе Святом. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилем дела свои, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается, ни вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа, боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сына, так милует Господь, боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнить, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так Он светет. Милость же Господня от века и до века ко всем боящимся Его. Поэтому, Боже, помоги нам. Ты нас благословил. И мы прочитали, какие благословения мы получаем от Тебя. А теперь наше дело Тебя благословить. Благослови душа моя Господа. И вспомнить, за что мы благословим. И наше дело, чтобы прославилось имя Его на земле. А мы были в этом роде, боящихся Его. Которым велика милость от начала и до конца. Станем на наши ноги. А Иисус дорогой с нами быть обещал. Дадим Богу сердце просто. А Иисус дорогой с нами быть обещал. Дадим Богу сердце просто. Как приятно нам встретиться с вами быть. И в огнение мира забыть. Как отрадно исполнившись Духом Святым. Общение душ разделить. Как отрадно исполнившись Духом Святым. Общение душ разделить. Иссиотские будники здесь задохнем. Источникам Божьей воды. На поборе погуде мы снова пойдем. За Господа мимо вражды. На поборе погуде мы снова пойдем. За Господа мимо вражды. Источникам Божьей воды. 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 Источникам Божьей воды очень давно. Хотя у вас тут есть два наших крепких брати. Представников наших. И можно сказать, что мы частково у вас весь час. Правда? Но, знаете, так Богдан мирится, что мы сегодня можем быть разными с вами. И знаете, в моем сердце про вашу церковь всегда добрые спогади. И я не знаю так почему, но когда кто-то говорит, что передает проезд в Запорожье, я всегда спрашиваю, а из какой вы церкви? И не из аэродрома. И я говорю, ну что же вы не знаете, где там есть правильная церковь. Но, братья сестры, слава Богу, я рад, что мы с вами одного духа, правда, братья сестры? И нам всегда приятно быть разными с вами. И сегодня хотел бы зачитать несколько дней, слава Богу, и немного поговорить про это. Книга Пророка Осии, 14-й раздел, 10-й вирш, 2-я часть. Ибо правы пути Господни, а праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Еще одно место числа, 9-й раздел, 23-й вирш. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господнему отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Четвертый раздел, 15-й вирша. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, когда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них одной рукой и производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан двум мечом по шлесам своим, и так они строили. Возле меня находился трубаш, и сказал я знаменитым, начальствующим и прочему народу, «Работа велика и обширна, и мы рассеяли по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет стражаться за нас». Так произведели мы работу, и половина держала копью от восхода зори до появления звезд. Прочитывал, братья и сестры, недавно книгу про Каоси. Знаете, книга довольно интересная для нас. И мне очень... Ну, обычно, знаете, когда читаешь книгу до конца, очи твои зупиняются на остальном виршу трошки довше, ніж на всех попередних. Правда? Я зупинился на этом виршу. Цікавий такий вирш. Остальная речь. «Ибо правы крутят Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падают на них». Украинский переклад говорит «Проста Господня дорога». Праведники ходят по ним, а беззаконники падают на них. Я так себе думаю, братья и сестры, ну, цікавий, правда? Дуже цікавий вислив такий написан. Друге місце, яке я вам зачитав, це книга числа. І, знаєте, так у нас в церкві проводиться розбор слова, і там брат Богдан розказує більш детально, як ізраїльський народ ходили по пустині, куди заходили, звідки виходили, де зупинялися і так далі. І, знаєте, якщо так подивитися, то шлях ізраїльського народу по пустині, тут написано, що це був путь Господній. Це шлях, яким Господь їх війни. І, знаєте, дуже цікавий такий момент написано, що Господь лів ізраїльський народ по цій пустині, на перший погляд, по простій дорозі. Ну, вона не складна була для того, щоб там десь ходити. Вона доволі проста. І написано, що по указанню Господню останавливались і по указанню Господню отправлялись. І цікавий такий останній бір написано, по повірінню Господню, даному через Моїсея. Борисістер, ну, як через Моїсея? Ну, це ж людина, правда, Моїсея? Людина. Ну, як, може, по указанню Господню через Моїсея всі відправлялись і зупинялись? Ми знаємо, що там хмара піднімалася, або стоп огняний, якщо вночі, або хмара в день. Піднімалися, і тоді вони мали рушати. Або якщо опускалися, вони мали зупинятись. Але це все робилось по указанню Господню через Моїсея. Правда? Дуже, здається, просто. Господня дорога є. І на Господній дорогі є люди, які ходять по цій дорозі. І разом з тим на цій дорозі є Моїсея, ну, людина, яка через Господа отримує поваління зупинятись чи йти на цій дорозі. Ну, Господній. Показання Господньому – прорезь, путь, і показання Господньому – останалюватися. Знаєте, просто сестри, часто так буває в нашому житті християн, що ми з вами, іноді нам зупиняється, що от вся церква зупинилась, а я хочу йти. Ну, чого стоять, обітована земля, що ти далеко, треба йти. Знаєте, в Ізраїльському народі, так само там, коли вони були в пустині, дуже багато було різних людей, які, хтось, знаєте, написано, що повиходили з інших народів і почали знаходити у себе прихоті. От їм того захотілося, того захотілося. І вже, знаєте, Господня дорога йде туди, а вони в інший бік всіх тягли. Бувало таке, праць-сестри? Бувало. Але, знаєте, часто люди недооцінювали те, що указання Господні до них, вони приходили через кого, праць-сестри? Через Моїсея, правда? Ну, що таке, хто такий Моїсей? Такий, там, кричайший з усіх людей, там, нікого не образий, така саме людина. Знаєте, праць-сестри, ну, навіщо його слухатися? Ну, от, сказав, що вони встанно стоять ось тут. Так там трошки пройди годами були, ну, чого ми тут зупинилися, Моїсей? Ну, так не чесно. Може, тобі Господь там помолився, що з ним те сказав? А може, я краще чую голос Божий, ніж ти, Моїсей? Може, я піду і там все нормально буде? Пам'ятайте, були там одні, пішли. Ну, і потім прийшло сім тікати і потерпіли пораження. Знаєте, праць-сестри, ще одне місце я вже читав. Також про ізраїльський народ, але вже інший період часу. Знаєте, мені це місце також дуже сильно подобається. Дуже схожа ситуація, праць-сестри, ну, прямо дуже. Неємія повернувся із Вилонського царства, там, де він був дуже високолідним, повернувся відбувати стіни Єрусалиму. І от вороги зібрались, почали руйнувати цю справу, почали насміхатися, почали робити різне зло. І Неємія, він що робить? Він збирає цих всіх людей. Я так розумію, що це було йому казання від Господа. Брат Саша говорив, що говорить те, що, ну, Господь, знаєте, кладе на серце. Так само, я думаю, Неємій Господь поклав на серце, зробить саме так. Знаєте, так, каже, трудівники, тут написано, кожен із троєчих, каже, там одні були, що носили тяжесті, інші, що там провозволили різну роботу. Ну, знаєте, дуже багато-багато людей були задіяні в цій-сій роботі. І написано, що, наприклад, хтось несе тяжесті, я думаю, мабуть, якісь каміння такі здоровенні. Можливо, вони на якихось на канатах, чи на якихось тканях якісь, вони нести на собі. І написано, що були припоясані, каже, мечом, і каже, хто з коп'єм був. Тобто, ти несеш на собі тяжесті, а з другой сторони ти або якесь зброї ще несеш. І знаєте, брат Саша, в кожної людини була подвійна робота. Кожна людина робила подвійну роботу. І працювала, і тримала з собою зброю для того, щоб можна було там захиститись. І, брать сестри, вони всі працювали, дуже тяжко працювали, і вони бачили результат своєї роботи. Але, брать сестри, серед того всього народу був один такий чоловік, який не робив тієї всієї роботи, яку робили всі інші. Тут написано 18-й вірш. «Возлі мене знаходився трубач». Ну, брать сестри, я також, не скажу, що там трубач, на трубі граю в оркестрі. І, брать сестри, ну, мені зрозуміло, дуже сильно сподобався цей вірш. Але, уявіть собі, всі люди будують стін. Хтось тягає тяжесті, хтось там сражається, хтось, можливо, водою якусь носить, хтось там чергує. Ну, в кожного своя справа. А біля Ніємії весь час ходить один чоловік. І, як ви думаєте, що в нього в руках? Труба. Правда? В нього немає в руках ні мастерка, в нього немає в руках ні уровня ніякого, в нього немає в руках ніяких тяжестей. Він ходить собі просто з трубою. От він ходить, Ніємія керує будівництвом, там ходить, там ходить. Все робить. А біля Ніємії весь час знаходиться цей чоловік, який, ну, так давайте чесно скажемо, ну, він бездельний. Правда? Ну, от всі працюють, всі хочуть лиця, а він собі ходить собі з трубою і нічого не робить. Знаєте, як написано 20-й вірш? Откуда, слухайте ви звук труби, в то місто збирайтесь, Бог ваш буде сражатися за нас. Трубач мав звістити всьому народу, який будують на стіні, що треба збиратися в якусь точку, аби туди прийшли вороги. І написано, що коли трубач затрубить, ви всі зберетесь, то Бог буде сражатися за нас. Брось сестре, як ви думаєте, от цьому чоловіку трубачу йому було легко там ходити серед тих людей, які носили тяжкі? На першій полі, фізично ніби здається легко, правда? Ну, ти нічого такого тяжчяшкого носишся, ходиш собі, однієм я тобі сказав, ну, то й робиш собі, послушен такий чоловіку. Я не знаю, брось сестре, можливо, ми знаємо, що в ісраїльському народі там воно з покоріння в покоріння до цих священників. Швидше за все, це хтось з коліна лєві був, трубач. Тому що це були люди, які мали, написано, що це для лєвітов мали бути труби. Я думаю, ця майстерність, грасть на цій трубі, вона передавалась, можливо, з покоріння в покоріння. Можливо, ці роки, як ісраїльський народ був у вигранні в Вагалівському полоні, можливо, цей трубач, можливо, його батько, можливо, його дітей вже й померли, але вони свого внука чи правонука навчили. Ти грай на трубі, навчись, це дуже потрібна справа. І знаєте, проходив час, і тут Ніємія каже, треба будувати стіну, і він знаходить цього чоловіка, вибирає його і каже йому, ходи весь час біля мене. І ви знаєте, цей чоловік, він весь час ходив біля Ніємія. Ось така була в нього господня дорога. Просто ходить. На першу когу він нічого не робить. Але як ви думаєте, люди, які носили тяжесті і бачили, що цей чоловік нічого не робить, яке в них було відношення до цього чоловіка? Як ви думаєте? Ну, мабуть, вони казали, от прийшов опять цей лентяй, ходить тут біля Ніємії, крутиться. Ми теж хочемо походити біля нього. А що він тут нічого не робить? От візьміть кірпич, потягає, або там розтвор, або ще щось. Братья і сестрі, ну, я думаю, що в більшості випадків, мабуть, у людей було таке враження про нього. Але, братья і сестрі, цікава така річ. З цим чоловіком був Господь. І Ніємія сказав, що якщо ти затрубиш, то там Господь буде стражати за нас. Братья і сестрі, велика сила, правда, була в цьому простому чоловіку. Просто протрубити нам треба було вчасно і зробити свої справи. І, братья і сестрі, знаєте, хотілося б мені, щоб ми з вами зрозуміли, що отам, в тій стройці, братья і сестрі, Можливо, багато хто і Ніємій осуждав. Можливо, багато хто говорив, і цього трубача казали, ну, такий якийсь чоловік бестолковий, нічого не вміє, тільки труби. Братья і сестрі, він, я думаю, багато чого вмів. Життя його навчило, тому що він не був, я думаю, то не був період, коли храм відбудований, то не був період, коли можна було просто служити в храмі і все. Братья і сестрі, там дуже тяжка праця, але він вмів, знаєте, грати на цій трубі, цьому інструменті, який Господь за відповідом цим лімітом грає. І, братья і сестрі, і Господь так його чомусь поставив, вибрав в Ніємія, і поставив його, щоб він ходив до нього і робив цю справу. І, братья і сестрі, ви знаємо, що були відбудовані стіни Єрусалиму, і не без цього трубача, братья і сестрі, він там учасив в цій справі. І давайте вернемося у наш час. От, братья і сестрі, от ми з вами в церкві знаходимося, правда? От уявіть собі, наприклад, мені пресвітер каже, слухай, я хочу, щоб ти займаєшся церкві оцеї роботи, а я собі кажу, думаю, ну, що та робота? Ну, ходиш собі там біля того Ніємії, ну, що там такого? Ходиш собі, нічого не робиш. Я хочу, щоб мене люди бачили, я хочу, щоб мене хвалили. От я хочу, наприклад, стояти наверху стіни, і щоб тягнути, можливо, канат, по якому будуть подавати камінь. І всі будуть приходити, і це, який крепкий брат. Або, знаєте, ми, коли будували там просторки до Дома молитви, ми, коли машину розрожжали, то ми кирпичі, знаєте, так, це почкою передавали. І хто такий самий крепкий, бо вони закидували на другий поверх. Ну, там, а ті вже ловили. То, знаєте, я думаю, всі ми дивилися цих братів, вони такі крепкі, правда? Раз, і закидають ці кирпичі. Я думаю, хтось такий був, таку роботу робив. Знаєте, як воно добре, коли ти стоїш, все на тебе дивляться, а ти такий трудівник перед Богом, правда? Ну, от так воно, всіх повага до тебе. Можливо, тобі каже, простор, побудешся в нашій церкві, зроби оцю справу, чи зроби оцю справу, я тобі поручаю це робить. А ти думаєш, ой, ну що тут такого робить? Та хто він такий? Мені Господь поклав на серце, поїхав в ту церкву, і там ставить таку сильну проповую, що там люди покажуть, брат і сестри. Ну, що, мені ж Господь краще каже, ніж йому. Хто такий простор? Або, наприклад, служителям каже, сестра, брат, не їдь, не роби там ту справу. Краще було сьогодні зібрання, я хочу, щоб ти сьогодні тут потрудився. А я такий, та, що він там розбирається? Моя, в мене Господня дорога не така. Він, хай, по своєму йде, а я собі щось друге придумаю. І, брат і сестри, оце непослушання, воно призводить до того, що ми втрачаємо зв'язок і втрачаємо шлях, знаєте, оцей Господній. І, знаєте, я часто так задаюся питанням, господи, ну чому? Стільки людей йде по цій твоїй простій дорозі і не спотикаються. А хтось з вами спотикнеться і десь біжить з церкви, зробить якусь біду і дивишся воно і думаєш, ну чому такий результат, чому такий кінець? І, знаєте, я коли перечиток про Каосі, я зверну увагу на цей вірш. Що каже, хто беззаконний, хто й впаде на ці прості дорозі. Хто правильний, брат і сестри, не впаде, а хто беззаконний, то й впаде. І, брат і сестри, чому? В чому заключається беззаконня? Часто там здається, що беззаконня це за ви якийсь тяжкий гріх, за який тебе там би відучили від церкви і так далі. Брат і сестри, ви чули конебуть, щоб когось відучили від церкви за непослушання? Ну, не послухався просітера. Просітер сказав, наприклад, брат, сьогодні ти будеш говорити другим словом, а я не хочу. От за це брата там відучили від церкви. Вчули конебуть таке? Не чули, правда? А написано, що непослушання – такий же грех, як і волшебство. Брат і сестри, а волшебників не повинно було бути в Ізраївському народі? Господь у них дуже серйозне ставлення. І, брат і сестри, скажіть мені, людина, яка знаходиться на непослушанні, наприклад, до Моісія, до Господній дороги, ця людина беззаконник чи вона по закону поступає? Беззаконник. Беззаконник, правда? Беззаконник. І знаєте, в такій ситуації ця людина не може устояти навіть на простій Господній дорозі. І тому, брат і сестри, хотів би, щоб ми разом з вами, і я, для себе це говорю, і для вас це говорю. Брат і сестри, ми з вами знаходимося в церкві Христовій. У церкві Христовій у нас є, Господь поставив і Моісія, і Лівітій поставив, і якогось трубача поставив. Господь знайшов людей, які в тілі Христову виконують кожну свою роботу. І, брат і сестри, якщо хтось із нас буде знаходитись в непослушанні, якщо хтось із нас буде відходити від Господня, дура, він впаде, і ви всі це побачите. І, брат і сестри, погано, коли ця людина взагалі візне і піде десь в церкву, десь якийсь амарік доб'є, чи яка ж біда буде. Брат і сестри, а як добре, коли всі в церкві, знаєте, можливо десь тось і сподекнутися раз щоденько, Господи, прости, я хочу бути на твоїй дорозі, тому що вона проста. І, брат і сестри, хотілося мені, щоб ми разом з вами були тими людьми, як о той трубач, брат і сестри, як оці багато ізраїльських людей, про яких ми, можливо, і мене не знаємо. Але, знаєте, вони бачили, що Моїсей по поведенню Господню сказав, піднімаємося, збираємося, через три дні нам треба бути в іншому місці. І, знаєте, все сказали, ой, знову це Моїсей, причепився, треба вставати, треба йти. А, знаєте, а інший візне тихенько якась мати, сюденько дітей збере, каструлі поскладала, все на своїй можливо якогось возга поскладали, палатку чоловік зібрав, все Моїсей, ми готові йти по Господній дорозі. І, братья і сестри, на таку людину було велике власовіння, тому що родина цієї люди зайшла в обітовану землю. І, братья і сестри, сьогодні ми розознамо так само на цьому шляху, ми знаходимося на Господній дорозі. І коли ви бачите, що якісь люди йдуть із церкви, знаєте, йдуть якісь беззаконники, часто в Баїрі, знаєте, хочеться сказати, о, Моїсей неправий, він бачить, пішли люди, і там їх там побили амалікетяни, чи якісь там аманітяни, чи моавітяни. От бачите, це ж Моїсей такий. Братя і сестри, не Моїсей в цьому винен. Винен кожен із нас, той, хто поступає беззакон. І хай Господь гласить, що ми з вами, навіть якщо тобі здається, як тому трубачує, ну що це не є, не я придумала для мене таку роботу. Ну всі з мене сміються, ну всі дивляться, ну займись ділом, ну що ти ходиш з тою трубою. Братя і сестри, і в такій ситуації, знаєте, тільки затрубуй той трубач, Господь зразу дасть перемогу. І можливо для того, Господь готує твоє серце сьогодні, щоб ти сьогодні навчився смирінню, щоб ти сьогодні, знаєте, навчився бути близьким з Богом, щоб коли тільки ти затрубиш, тільки ти скажеш, Господь зразу дасть перемогу. І братя і сестри, наше виття, воно сповне багатьох бит. Наше виття, бать сестри, сповне багатьох різних таких складних ситуацій. І як приємно, коли Господь дарує нам перемогу. Як приємно, коли в цій перемозі учаснили всі ми. Не тільки Моісей, знаєте, підняв руки і більш ніхто. Братя і сестри, там і вояки були. Дуже-дуже багато було людей, які стражалися. Хай Господь вас лить вашу церкву, брать сестри. Щоб вашій церкві завжди була перемога. Щоб вашій церкві завжди були слухняні брати і сестри. Щоб вашій церкві, брать сестри, завжди, знаєте, не було таких людей, які казали, ой, та той якусь неважну роботу робить, то йому таке щось просвітер придумав дивне. Він людина не нашого масштабу, йому треба десь бути в іншому, там десь на стіні бути. А що він тут ходить? Що він тут сидить? Братя і сестри, для кожної людини є у Господа місце в церкві, для кожної людини є свій труд. І, брать сестри, як добре, коли ми не сходимо з сподній дороги, як ті всі праведники. А тільки, брать сестри, хтось спіркнувся з нас. Швиденько біжіть до Господа, до присвітера, кажіть, Господи, прости мені, я, мабуть, беззаконно поступаю. Оце, брать сестри, єдиний індикатор. Якщо ти впав на господній дорозі, значить, піднімайся і швиденько біжикайся. І знову вертайся, будь праведною людиною, будь людинаю, яка ходить по господній дорозі. Тому що, брать сестри, піде неопитний, і що, брать сестри, не заблудиться. А ми часто такі опитні і спотикаємось. Хай нас подбасить, брать сестри, щоб ви були людьми простими, праведними перед Божними землями і ходили по дорогі. Амінь. Помогу. Амінь. Зважди, душа моя, К Богу живому стремиться душа, Но, когда я приду, И когда я явлюсь перед лицом Твоим, Зважди, душа моя, И що смущаєшся, Біра моя, Біра моя, Буду вечно хворить Его. Плачу я день і ночь, Слези мои стали хлебом моим, І враги мої вновь говорят мне, Ну, де ж Бог, Ну, де твой Бог. Біра моя, Біра моя, Зважди, душа моя, И що смущаєшся, Ты, рега моя, Біра моя, Біра моя, Буду вечно хворить Его. Богі той, Днем явит милость, днем свою милость мне явит Господь. Ночью песню меня, и молитва летит моя к тебе, мой Бог. Что думаешь ты, душа моя, и что смущаешься, милая, Бога и моя, буду вечно хвалить Его. Как он желает, как он желает к потокам воды, Так желает душа, так желает душа моя, к тебе, мой Бог. Аминь. Аминь. Мечетин, братья и сестры, и каждый Господу рывок, не просто так, совсем не просто, твое усилие видит Бог. Он видит в твоем сердце рвение, тунец, тутность, тот огонь, мотивы всех твоих стремлений, и горечь слез, и тихий стол. Бог видит на руках мозоли, когда за плуг берешься вновь, и отдаешь себя до боли, чтобы явить Христа любовь. Твой твердый шаг через преграды, и на твоей рубашке под сердцам поникшим, тем, кто рядом, поможет встать, пойти вперед. Твое усилие окрыляет того, кто крылья опустил, твое усилие вдохновляет того, кто песни все забыл, твое усилие рушит стены, в которых держит враг людей. Усилие каждое так ценно, в твоем пути всегда, везде. Любой порыв во имя Бога, пусть даже маленький такой, кому-то верную дорогу укажет праведной рукой. Ты скажешь, буду делать что-то, чтобы Иисусу послужить. И глядя на твою работу, брат по-другому будет жить. Глава Бога. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Там чекає мене місто прекрасне у славі Творцям гореть смутуже, більше там не буде Вічний мій дім небеса У душі мої неба акорди звучать Про Христову любов я не можу мовчать Він гріхи всіх простив і від смерті звільнив Ли нехай в небеса йому честь і хвала Небо вічне святе там чекає мене місто прекрасне у славі Творцям гореть смутуже, більше там не буде Вічний мій дім небеса Вічний небеса Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Но не убои за тебя, Господи, и непростая имени Твоего, Ибо Ты единственная, Ибо Ты единственная, Все народы придут, и боятся земля пред тобою, Все народы придут, и боятся земля пред тобою, Ибо окрыли суды Твои, Огрыли суды Твои. Праведен Ты, Господи, Праведен Ты, Господи, Боже, все держите, Истинные праведные суды Твои, Боже, все держите, Стар святый. Прочитаю Луки 15 глава с 11 по 21 стих. «У некоторого человека было два сына, И сказал Маша из них отцу, отче, Дай мне следующую часть имения, И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней Маш сын, собрав все, Пошел в дальнюю страну, И там расточил имение свое, Жив распутно. Когда же он прожил все, Настал великий голод в той стране, И он начал нуждаться, И пошел, пристал к одному Из жителей страны той, А тот послал его на поля Свои пасти свиней. И он рад был наполнить Чрево свое рожками, Которые ели свиньи, Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, Сколько наемников отца моего Избыточествует хлебом, А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, И скажу ему, отче, Я совершил против неба и пред тобой, И уже не достоин называться Сыном твоим, Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, И когда он был еще далеко, Увидел его отец его, И жалился, И побежал, Пал ему на шею, И целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я совершил против неба И пред тобою, И уже не достоин называться Сыном твоим. Казалось бы, да, братья и сестры, Чего не хватало этому сыну? Все вроде бы имел, да, Имел достаток, Имел отца, Куда ему что идти? Все имеет, вроде как бы, Счастливый сын, Что еще может пожелать себе? Но тут ему захотелось Отдельно, Ему захотелось свободы, И он думал, Что ему будет так хорошо. Вначале он тратил свое имение, То, что ему как бы отец дал. Ну, он не нашел в этом счастье, Потерпел только урон, Его жизнь пришла как бы жатва. Но он, как мы видим, Отдумался, Понял, что он был не прав, Что он совершил, И решил вернуться. И как мы видим, Его отец, Не то, что наемник его взял, Он принял его С целованиями, С объятиями, Как и раньше. Я думаю, Он осознал, То, что он был не прав, Как бы, Такое свидетельство тоже жизни. Тоже захотелось мне, Как бы, свободы такой, Уйти из церкви. И думал, что найду счастье, Найду в этом мире счастье, Покой. Но не тут-то было. Дьявол Предлагает разные искушения, Разные Для каждого свое обы, Увлечь душу с народа Господнего. Знаете, Братья и сестры, Я пошел и Потерпел урон В своей жизни. Употребляли там с друзьями Всякие неприемлемые вещи. И знаете, Схватило сердце. И Я понял, что Ну, То есть это уже все. Это отлично подходит. Ты далеко от дома, На той речке. И Знаете, Братья и сестры, Я Вспомнил Церковь, Вспомнил Как мы С братьями и сестрами Трудились Для Господа. И Думаю, На что я променял? На что я променял? То, что Бог даровал мне? Променял. И Знаете, Я уже не стыдился никого. Ни тех Ребят. Уже Стал на колени перед ними. И Начал звать к Богу. Чтоб Бог меня простил. Потому, что Понимаешь, Что на этом путь может завершиться. Ну, Ты не готов. Ты не готов пристать перед Богом. Ты не готов дать отчет перед Ним. Что ты ему скажешь? Что ты променял Его На Забавы этого мира? И Знаете, Братья и сестры, Я услышал несколько слов. Которые Мне Тогда Были дороги И Запомнились на всю мою жизнь. Я Даю тебе Второй шанс. Господь Дает Тебе и мне Второй шанс. И Как важно Каждому из нас Не Променять Господу На какие Забавы этого мира И на какие Увлечения Посмотреть За забор Дома молитвы Как люди Проводят свою жизнь И куда они Бегут Мы понимаем Что Жребе и спасение Пал на нас Братья и сестры Как те 70 учеников Которые Оставили Иисуса Променяли Его И Иисус спрашивает у остальных Не хотите Не хотите ли вы меня Оставить Но они Говорят Кому Нам оставлять У тебя Глаголы Вечной жизни Куда нам идти Правда Как Братья и сестры Нужно Дорожить Этой Иисус 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 Говорят мою правду Что я готову Он приехал из Киева Я из Новооих Каховки ЯPERИ У меня есть конспект Иисус Он говорит про мою правду У мужчину Что что Господи делает Слава нашему Господу Братя и сестры Я хотів би стать посмотрим Слово Господню Рассуждать с ним В первом месяце У меня будет J medication евреев м's Star 通 Слушайтесь ваших government И их splendлам Они Они попильнують душ ваших, как те, кто должен сдать праву. Некай они делаются с радостью, а не сцепляя, потому что это для вас не полезно. Второе место, брат Андрей за него загадывал, это будет первая книга царев, 15-й раздел, 22-й вирш. И сказал Самуил, что жадание Господа целопалень и жертвы таки, как послу Господнему голосу. Тож поступ ліпше від жертвы, покирливість краща від бараньячого логи. Бо не покирниця, як грех, ворожбинство, а свавильство, як провина та служба була нам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб ти не був царем. І ще одне місце, це буде книга пророка Єремії, 35-й розділ, виборочний почитатель. Слово, що було до Єремії від Господа, за днів Йогоякима, сина Йосини, царя Юди, говорячи, «Іди до дому риховітів, і будеш говорити з ними, і ведеш їх до Господнього дому, до однієї з кімнат, і напоїш їх вином. І вів я їх до Господнього дому, до кімнати синів Ханана, божого чоловіка, що була при кімнаті князів, що над кімнатою Маасеї, шалумового сина, який пильнував ворота. І постав я перед синами дому риховитів, келихи, пумні вина, та чаші хай сказав до них, «Пийте вино», а вони відказали, «Не будемо пити вина, бо наш батько їм надав, син риховів, наказали нам, говорячи, не пийте вина, ані ви, ані сини ваші, аж на ріки до цього місця». Знаєте, братья і сестри, в нашому житті, правда, ми читаючи Біблію, ми бачимо велику проблему, людство створив непослуг. Коли перві люди не послухалися Бога, вкусили, знаєте, той запрятний плод, який не можна було брати. І, знаєте, цей непослуг наробив дуже багато біди, від якої ми страждаємо, брать і сестри, в нашому житті. І, знаєте, дивлюся, велика біда приносить цей непослуг. І в сучасних церквах дуже, знаєте, популярна така річ – непослухатися. Але, знаєте, я хотів би протиставлення сказати такі слова, згадуючи Господнє Слово, написано, що Бог благословив Авраама за послуг, за те, що він, знаєте, був готовий віддати свого сина, єдиного жертву Господу. І Бог каже, благословив тебе за те, що ти так поступив за цей послуг. Саме написано так – за послушання, за послушання гласу Господа. І, думаю, є різні моменти в нашому житті, коли ми або слухаємося або не слухаємося. Ми можемо слухатися або не слухатися Бога, ми можемо слухатися або не слухатися пресвітера, служителя, ми можемо слухатися або не слухатися наших батьків, правда? Ну, є різні види не послуху. Але ця річ, знаєте, дуже серйозна, дуже серйозна в нашому житті. Я так дивлюся, зараз, ну, здається, нема гонінь, правда? Ну, там, якісь, можливо, закони приймаються, чи ще щось, я так чув. Але, братівська, то нема фактично немати гонінь, які були колись. Але чомусь церкви пустіють, чомусь церкви розділяються. А проста річ – не послух. І, знаєте, дуже багато ворог заразив церкову не послухав. Не послухатися пресвітера, не послухатися служителя. І, буває, так я помітив, знаєте, часто в нашому житті, бувають зовсім дрібні речі. Люди, які, можливо, знаєте, ходять там в церкву, вони шукають якихось божих дарів, шукають пророст, бігають, знаєте, по різні місця, десь їздять, шукають. А коли просвітер каже, ну, не роби цього, не їзди, а просто там, по проповіду, в церкві своїй не слухаються, не хочуть. І, знаєте, починається якийсь конфікт, починається якісь ситуації, вияснення, виявляється та людина, знаєте, показуючи свою духовність, вона просто не хоче слухатися пресвітера. Не просто не хоче слухатися, можливо, старшого брата, можливо, братів чи сестер, знаєте, які її, можливо, більше знають. І, знаєте, ця річ дуже вона страшна, не послух. І ми бачимо, що, знаєте, хотів би сказати таку річ для дітей, для молоді, як важливо нам в нашому житті слухатися батьків. Написано, як він послухався батьків своїх і пішов на Сопотамі за жінкою. А Ісав, він бачив, що люди, які оточують їх, вони не угодні Господу і не угодні його батькам, він, знаєте, не послухався. І мав дуже великі проблеми. І, знаєте, ті жінки його були дуже великою проблемою для батьків. А, знаєте, Яків, він послухався, пішов, хоч було, знаєте, не просто, було трудно, але, знаєте, він послухався батьків і мав благословення. Господь розмножив Якова, слава нашому Господу. І, знаєте, це невеличка річ – послушання, послухайся. І написано, поставите євреїв, яке розслухайте служителів ваших, які пікнуються про ваші душі день і ніч, як ті, хто має здати справу. Тому що, знаєте, кожен, хто працює десь на якихось підприємствах, хто веде якусь звітність, то ми розуміємо, що прийде певний час, період часу місяця, там, чи дня, і потрібно здавати той звіт. І, якщо ми його не здамо, якщо в нас якісь проблеми, то, ну, будуть, знаєте, в нас проблеми, потім, можливо, там, влачать зарплати чи ще щось. А так само, знаєте, браття-служителі, вони також несуть це служення, несуть кожного з нас. І коли ми не слухаємо їх, то, знаєте, і яку ж їм справу тоді здавати? Написано, це вам не корисно, не їм не корисно, а нам не корисно, коли ми не слухаємося братів-служителів. І, знаєте, так поклалися на серце, я хотів цю пропить, горить в Новій Каховці, але так вийшло, що Бог поклав на серце іншу пропить. І думаю, ну, скажу їм, або в Запоріжжі, так чомусь, як брат Саша сьогодні сказав, горіть те, що поклав мене на серце Господь. Тобто сьогодні так говорю це слово і дивлюся, знаєте, ця ситуація з домом риховитів, з цими, знаєте, синами риховитів, здається, я так собі думав, ну, приглашаю вас, пророк, Господній дім. Ну, всі знали, що Євремія – це Господній пророк, всі знали, тому що Євремія дуже багато проповідув, пророчеств про Єрусалим, як буде, і воно збувалося. Всі розуміли, думаю, ну, слухайте, ну, вас запросив пророк, дім Господній, чому ви його не слухаєте? Поставили вино, ну, можливо, там ніхто не бачив, можливо, батька не було вже, можливо, живі, батька би не побачив, ну, можливо, там, якийсь, знаєте, хтось, може, не пересклав, ну, ніхто, практично мало людей було, хто там був. Ну, чому вам не випід того вина? Ну, така, здається, невеличка річ. Але вони кажуть, ні, ми не будемо, бо отак просив батько, отак просив батько, не робіть так. І каже, щоб не ви, не сини ваші не робили так. І, знаєте, цікаво, подивіться на ситуацію в Ізраїлі, чомусь, знаєте, в Ізраїлі був такий стан, щоб Господа не було вибору, Бог нашов риховитів, які слухались батька, щоб показати Ізраїлю, слухайте, ну, якщо риховити, слухайте свого батька, то невже ви не послухаєте мене? Ну, чому ви не слухаєте, якщо якісь люди просто настановили батько, вони так слухаються, вони так її додержатимуть, чому ви мене не слухаєте? І, знаєте, я думаю, просто, знаєте, жах, що робилося в Ізраїлі. Для Господа тільки, знаєте, оці одні риховити лишилися, щоб показати приклад Ізраїлю, подивіться, вони батька послухали, вони п'ють вина, тому що так попросив їх батько. Здається, така невелика річ, можливо, можна було десь сховатися, сказати, ну, там трошки, ну, пророк же ж попросив, але ні, браті-сестри, як важливо, знаєте, був цей послух. І Господь каже, за те, що цей дом риховитів, вони слухали з батька, каже, ті люди, вони завжди будуть в Господньому домі, не перейде ні одна людина, ні один рід, які б не були там з того дому в риховиті. Слава нашому Господу! І так, знаєте, в нашому житті велика є проблема, велика є проблема з непослухом. Буває так, що браті просять, ну, зроби те, чи зроби інше, здається, невеликі речі, пам'ятаю, одна сестра розповідала нам, попросила одну річ, одну сестру, ну, здається, так, сестра входила в церкву, постійно її мама була вірюча, війшла в віщість, і попросили її зробити певну річ. Вона каже, ну, почала якось там, і каже, в мене вже нема спокої, в неї вже нема спокої, здається, ну, невеличка річ, послухайся, ну, попроси те, послухайся, зроби, як тебе попросили. Братя-сестрі, як виявляється, це, знаєте, річ, це непослух, він дуже сильно ревнує церкви, дуже сильно ревнує церкви, я думаю, чомусь так Господь говорить сьогодні і в Запоріжжі про цей непослух. Сьогодні від першого брата так, чомусь Бог поплав на серце, я сиджу з братями і кажу, слухайте, я не знаю, ну, може не варто говорить, але знаєте, як брат Саша говорив, що говорить те, що поплав Господь на серце. Тому, знаєте, браті-сестрі, нам важливо бути послухними, послухними служителям, тому що вони, знаєте, хитлуються про наші душі, вони переживають, десь їдуть, десь, знаєте, моляться, шукають господа, щоб нам було добре, щоб нам було приємно. Але часто ми, та, що вони там розуміють, вони старші, вони не розуміють, чи часний світ, чи ще ж, браті-сестрі, це велика проблема для нас. Тому що ми не навчуємося простою річію, просто послухатися, послухатися, виконати слово служителя, виконати слово деякона, просвітера, чи єпископа, браті-сестрі, хто важливий в нашому житті. І коли ми, каже Самуїл до Саула, каже, ну ти ж не послухався, вони каже, ні, я послухався, каже, я, Амаліка, каже, знищив, ну, каже, царя остава, ну, каже, я ж послухався, але ні, браті-сестрі, то не було послушання в полні, то не було послушання в полні Господу, і, знаєте, була проблема, і Саул лишився царства. Браті-сестрі, хай Бог нас гласи, і старших, і молодших, і дітей, бути послужними батькам, так як батьки попросили, не ходи, не носи таку річ, не одягай те, не одягай інше, браті-сестрі, щоб ми всеслухалися, тому що це для нас некорисно. Колись прийде час, можливо, батьків не стане, коли, знаєте, можливо, так життя закруто, і ти будеш думати, які в мене були прекрасні батьки, о як вони мені багато чого розказували, вони, виявляються, знають, що і як в житті, вони, знаєте, правильно говорили, а я не слухався. Які були гарні служителя, а я їх не слухався, вони так добре говорили, вони так добре наставляли, а я не слухався, і, знаєте, будемо тільки жаліти, але, можливо, знаєте, буде пізно. Браті-сестрі, хай Бог гласить вашу церкву, і ми таке, знаєте, є бажання помалитися за ваших служителів, помалитися за церкву вашу, щоб в вашій церкві були всі люди послужні, які би слухалися Господа, які були послужні батькам, які були послужні батькам, молодь послужна також батькам і служителям. Ихай Бог гласит решить вашу церковь, если не проводят братья, то что, сделайте такую молитву за вашу церковь. Аминь. Помогите. Вселенная дышит, как светок, что весной рожден. Преклонила и предобою колени, за великое счастье жду. Поверяю моим оленям, доверяю мою мечту, доверяю мою мечту. Я хочу, я прошу, мой Боже, чтоб для многих тысяч людей Твое имя стало дороже. Вселенная дышит, как светок, что весной рожден. Преклонила и предобою колени, за великое счастье жду. Преклонила и предобою колени, за великое счастье жду. Преклонила и предобою колени, за великое счастье жду. Доверяю мою мечту. Слава Богу! Слава Богу! Христиане в церквах так различны, как птицы. Буревестники есть, есть сороки, орлицы, глухари, попугайи, щёглы, павлины, соловьи, конорейки, калибри, пингвины. Мы все разные, но, невзирая на лица, называют Бог церковь свою голубица. Приходящие все получают таланты, но одни умножают другие таланты. Глухари те глухи нуждам брата, сестрички, а сороки других возжигают, как спички. Не поступишься с гордым щёглом и павлином, воспитателей труд выполняют пингвины. У левитов поют соловьи, конорейки, но и там зачастую пустуют скамейки. И таланты у них поглощают заботы, им не хочется петь от чрезмерной работы. Есть калибри, совсем незаметная птица, собирает нектар, чтобы после молиться. Их молитвы зовут нас всегда к очищению, чтобы Бог приготовил ко дню восхищения. Воздержусь лишь открыть образ птицы-орлицы, но скажу, что относится это к сестритам. Молодых возрастов есть отряд попугаев, но несёт нам всё то, что творится в Гавайях. Чтобы быть навсегда многородной у птицы, подрастуйте, знайте, должно нам молиться. Вы, ревестники, чаще вещайте о буре, чтобы стремиться душой нам к небесной лазуре. Аминь. 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 Бывает, что очень нужно от друга бежать назад. Бывает, что оба слабы, и гаснет в душе их свет. Окрепнуть давно пора бы, но силы у обоих нет. Как замкнут их путь по кругу, как больно на них смотреть, Желая помочь друг другу, друг друга ведут на смерть. Бывает такая дружба, и лучше ее не знать. Ты скажешь, ну что же нужно, как этого избежать? Я верю, что Бог сильнее, чем я и любой мой друг. Когда кто-то стал слабее, когда темнота вокруг, Когда опустились руки, и другу их не поднять, Тогда от такого друга советую я бежать. Бежать лишь к ногам Христовым, там силу свою найти. А после вернешься снова, и друга поднимешь ты. Аминь. На перекрестках жизни много трудностей, И сколько нужно сил, чтобы устоять. О, Господи, я так нуждаюсь в мудрости, Не перестану я к тебе взывать. Без мира твоего нет сердца и радости, И без любви твоей мне не дышать. Что может быть, что есть отраннее и сладостней, Чем твою близость Божьей ощущать. Не перестану молять о милости, Пребудь со мной, дай силы не свернуть. Что может быть, что есть отраннее и сладостней, Чем твою близость Божьей ощущать. Близость Божьей ощущать. Не покидай меня, спаситель любящий, С тобой не убоюсь я ничего. Не страшны ни страдания, ни трудности, Когда со мною ты, Творец всего. Без мира твоего нет сердца и радости, И без любви твоей мне не дышать. Что может быть, что есть отраннее и сладостней, Чем твою близость Божьей ощущать. Без мира твоего нет сердца и радостней, И без любви твоей мне не дышать. Что может быть, что есть отраннее и сладостней, Чем твою близость Божьей ощущать. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Зачитаю одно место. Это будет Иван Лео от руки. 17 глава, 11 стиха, ниже. Дядя Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. Когда входил он в одно селение, Встретили его десять человек, прокаженных, Которые остановились вдали. Громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Увидел их, он сказал им, Пройдите, покажитесь священникам. Когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, Возвратился громким голосом, Расставляя Бога. И пал ниц к ногам Его, Благодаря Его. И это был Самареднин. Тогда Иисус сказал, Где же три очистились, Где же девять? Как они не возвратились, Воздать славу Богу, Кроме всего иноплеменника? Я так немного читал ту историю, Как-то и задумался над тем вопросом, Думаю, у каждого из нас были или есть нужды, За которые мы долго молимся. Ну или молились, Бог уже ответил, Ну там полгода, год, пять, Ну у кого как. И я задумался над тем, Вот мы, например, У меня была одна нужда, Я за Ним молился примерно полгода. А потом подумал, А сколько же я, Ну Бог ответил на нужду, Думаю, а сколько же я буду за Ним благодарить Бога? Два дня, Ну там две молитвы, Пять, Или может больше. Слава Богу, Слава Богу, Я его благодарил уже четыре месяца. Так немного надумал над этим вопросом, Почему Бог бывает не отвечает на наши нужды? Думаю, бывает, Ну, может мы молимся, Например, Ну кто-то год, Может кто-то меньше, Больше, И Бог отвечает на нашу молитву, А мы так, Ну, Слава Богу, И пошли дальше. Дальше за какое-то нуждное начнение жду, И за Ним опять молимся. А думаю, Бог так смотрит на нас. Ну, Ты просил, Ну там, Долгое время, Или короткое, Я тебе ответил, А сколько ты благодаришь? Одну молитву, Ну, Две может быть, Кто-то больше, Кто-то меньше. Думаю, Что надо, Ну, Бога, Ну, Я не знаю, Как, Сколько я буду еще Бога благодарить, Может, Еще больше поблагодарю, Что на следующую нужду, Он мог, Ну, Может быть, Если на нужду, На следующую Бог, Ну, Может, Быстрее ответит, Потому что, Ну, Как знает, Что, Кто-то его благодарит больше, А кто-то так посмотрит, Слава Богу, Что Бог ответил за нужду, Которую, Он молился 10 лет. Да-то? Ну, Слава Богу. Бывают еще такие ситуации, Например, Как есть случай, Такой, Про Анну, Да? Которая молилась Богу, И она сказала Богу, Что если дашь дитя мужеского пола, Я его отдам на служение тебе. Бывает, Мы что-то говорим Богу, Да? Если он, Ну, Говорим Бог, Божий, Помоги нам, Или в том, Или сделай нам то, Мы тогда тебе что-то, Ну, Там, Сделаем, Или еще что-то. И бывает, Если, Например, Анна, Бог ей дал сына, Она, Ну, Там, Забыла, Или как-то еще, Думает, Да ладно, Может, Не надо, То, Думаю, Там еще прочитал, Что Бог ей дал еще, Три сына, И две дочки. Я думаю, Если бы она, Самуила в храм ей отдала, Ну, Тяжело сказать, Сколько ей Бог бы дал детей. Дал бы, А может быть, Даже и не дал. Вот так хочу сказать нам, Что бы мы, Может, Что-то Богу обещали, За то, Что Бог нам ответил на нашу нужду какую-то. Они себе даже и не обещали, Что бы мы, Ну, Можно сказать, Подольше Его благодарили. Аминь. Слава Иисусу Христу, Брата и Господь. Я зачитаю Один миссис Священного Писания. Это будет другая книга царев. 23-й роздел Садиннадцатого верша. За ним Шамма, Сын Аги, Гарритян. Когда филистимляне Собрались в Фирию, Где было поле, Засеянное Чечевицею, И народ побежал от филистимлян, То он встал среди поля И сберег его, И поразил филистимлян, И даровал тогда Господь Великую победу. Слава нашу Богу. Дабыто были декілька людей, Близько тридцати мужев, Яки славилися в Израилі За часи його царювання Своими великими перемогами. Їх перечислюють дважды. Один раз книги царств, Другий раз книги параллепоминон. Для того, чтобы, я думаю, Израильтяни запоминали Тих відважных, сильных мужев. Не в багатьох із них Розповідаються про те, Что они зробили, Які їхні перемоги, Які їхні величні, Славні дела, героїчні поступки. Але декого перечислиться. Особливо перечислюються тих, Хто входили в три найсильніших, В трійку найсильніших І найвідважніших людей у царя Давида. Давид їх знав добре. Давид їх, напевно, Найвищий серед всіх почитав, Розумів їх, спілкувався з ними, Радився. І от вони попадали в це ісчислення Для того, щоб потім, в майбутньому, Нам запам'яталося те, Що і як було зроблено ними За часів Давида. І от один із цих трьох Найсильніших мужів Звали його Шама, син Аги. Цікава ситуація. Здавалося би, нічого особливого. Один поразив попередник його 800 ворогів, Один ще стільки ста зробив, Інший ще щось зробив. А Шама написано, Когда філістівляні собрались в Фірію, Діабила поле, засіяне Чечевіцею. Я от так роздумаю, Думаю, якби хтось із людей, Які описували великі героїчні поступки Своїх, не знаю, героїв, історії, Чи ще когось, Я не думаю, що вони начинали би З Чечовічного поля. Правда? Ну це так здавалося би низько, Ну розповідати про те, Що ти з чим взем'я охороняв Чечовічне поле, Ну ладно би там пішов, Як Давид проти Голіафа. Ладно би там пішов ще якось, О, то вже перемога, я розумію. Це вже можна було записати, А що він зберіг? Написано, став, Гді було поле засіяне Чечовіцею, І народ побіжав от філістівлян. Я думаю, всі тікаво. Ми не знаємо, яка це була Із випадків, багатьох випадків, Бо філістівлян із ізраїльтянами воювали, Але написано, що народ тікав. Я думаю, стільки було поруч полів, Які були засіяними різними культурами, Правда? Пшеницею, Не знаю, там іншими, Іншим ячмінем, просом, Можливо, тих самих чечовіців, Іншими речами, Скільки всього там було засіяно. Але оце поле знаходилося, Можливо, виноградники, Правда? Були ж виноградники в них? Були, можливо, річні сади були, Там, звичайно, багато чого може було зберегти. А тут чечовічне поле. Я чесно скажу, Колись і споживали цей чечовічний суп, Ось, скажу, що досить таки цікавий продукт, І я думаю, що зберегти це поле, Думаю, багато інших пшениць, Це все-таки хліб треба, Правда? Інші речі може було б стати і зберегти. Але шама чомусь, Тікаючи всі ізраїльтяни, Не звертали увагу деякі там поля, Всі тікали додому, Аби подалі від філі земля, Щоб їх не догнали. Але тут один сміливець, Розумієте, всі тікають, А один сміливець став І захистив чечовічне поле. Ну, героїчний поступок, правда? Думаєш, ну скільки іншого, Ну добре, якесь місто захистив, Герой такий став, А тут чечовічне поле, Всього на цьому. Але знаєте, братья сестри, Воно виявилося настільки важливим, І він написано, Став серед поля, Поруч пробігали ізраїльтяни, Які тікали з цих гірів стімлян, Можливо дивувалися, Чо він там стоїть, Встікай швидше, шама, Чого ти там зупинився, Найшов шоберят, правда? Ви подумаємо, Ну чечовічне поле, Навколо одна чечовиця, Не заховатися, правда? Не стати якось так, Щоб ніхто інший не побачив, Чому він там стоїть? Але написано, Що він став посереді поля, І зберег його. Я не думаю, Що це поле належало цьому шанні. Я не знаю, Де перебувала ця битва, І не думаю, Що в його думках було Зберегти своє поле Від того, Що філістімляни, Я думаю, Було багато цінніших речей, Правда? Яких можна було б зберегти йому. Але він став посеред поля. І написано, Господь дарував Велику Побіду. Через що? Через те, Що шамма Став серед чечовічного поля І захистив його. Який героїчний поступок. Знаєте, Брази-сестри, Ви приїжджали, Їхали до вас на Запоріжжя І приїжджали Багато полів навколо, У нас тут південь, Правда? Багато полів знаходяться. І старається, Я так зрозумію, У нас теж на Херсонщині так само, Я зрозумію, Що стараються, Агрономи, Для того, щоб, І це здавна було, Для того, щоб зберегти поле, Від того, щоб вітри посушили, Яке у нас тут дуже багато, Самі розумієте, Не вивітрували родючий ґрунт, Стараються посадити вдоль полів Посадки. Бачили? Я думаю, ви теж бачили, І в нас таке є, і у вас, І вони ростуть ці дерева, Чагарники, Що там тільки немає, Але воно зберігає поле, Від того, щоб в майбутньому Родючий верхній шар, Він не був вітром виведений звідти, І там залишилась пустея. Так само стоять ці речі, Для того, щоб вони охороняли, І таким чином поле зберігає свою Родючість приносить луди, І далі робить те, Що Господь повелів робити йому. Знаєте, братья сестри, Кожен із нас Господь поставив на своєму полі. Ми часто думаємо, Що героїчний поступок, Це зробити євангелізацію На величезному стадіону. Ми часто думаємо, Що героїчний поступок, Який ввійшов в історію, Це покаять мільйони людей. А знаєте, братья сестра, Виявляється, Для того, щоб війти в число Господніх переможців, Для того, щоб залишити І бути Господу вірним, І війти в ті тридцять найсильніших мужів, Тридцять сильних мужів Давида, Достатньо захистити поле з чечівіцею. Кожен із нас Господь, Братья сестри поставив на своє полі. В когось своє служіння? В когось служіння молитви? Правда? В когось служіння співухорів? В когось служіння проповідника? В когось служіння розказування віршів? Євангелізації, Інших видів. Господь поставив нас з вами на цьому полі. І каже, ось твоє поле. Ми так глянемо, Чечівічне, Господи, Чи не міг ти мене поставити на щось інше? Ну добре, якась пшениця, щось інше. Ти мене поставив на чечівічне поле, Оце його захищать? Так. Тебе і мене Господь поставив саме на це поле. Тому що через те, як ти будеш його захищати, Господь може дати велику перемогу в Ізраїлі. Знаєте, брось сестри, а захистити навіть звичайне чечівічне поле ще дуже важко. Господь кожного з нас поставив на яке служіння. Когось молитися? Правда, буває важко схилитись на поліна і помилитися Господу в тридцатий чи в п'ятдесятий раз за того брата чи за ту сестру чи за рідного невіручого близького? О, як важко буває! Правда? Господь каже, стій! Господь хоче, щоб ти те поле захистив. Можливо, твій виноградник молодий, можливо, якісь браття стоять над молоддю чи над хором, сестри. Господь дарував нам цей виноградник. Дав це чечівічне поле. А знаєте, а там годяться лисиці з лисенятами, які хочуть коли в цвєті виноградник, знаєте, що зробити з ним? Опортить його, а Господь поставив тебе саме туди. Ми часто думаємо, Господи, я піду на інше поле, воно сусіднє, воно здається щось краще. А Господь каже, ні, стій на чечовичному. Через нього я можу дати перемогу Ізраїлю. Та як ти будеш стояти на ньому і не будеш допускати вітроучення, і не будеш допускати гріх, і не будеш допускати невгодне Господу, Господь може дати перемогу. Алілуя йому, брат і сестри. Слава нашому Богу! Та як ти, можливо, керуєш хором, чи граєш на фортепіано, чи не підходить якісь інші погані, можливо, невірячі, або не підесярні, якісь харизматичні псалми, Господь керує це і дивиться, як ти свідкуєш за чечовічним полем. Як ти розповідаєш вірші, де ти їх береш, де ти взяв той мед, можливо, як Самсон із левичого рота, вмерного лева, можливо, здається, ну мед, правда, а взяв його десь з якогось непотрібної речі, і Господь вже не вгодно це. А можливо, ти виходиш, проповідуєш, і Господь бачить, як ти оберігаєш це своє поле, а сьогодні стояв, а завтра вже посиджу, а пішлізавтра в тіньку полежу, і вже десь лисички побірли по твоєму полю. А ще гірше, коли в них, знаєте, як Самсон отопускав, ще гірше, коли в них там вогонь, який випалює все, що ти так старано оберігав. Брать сестри, як важливо Господу, і дуже Господь цінує тих, хто стоять на стражі. Брать сестри, на стражі того, що їх Господь поставив. Важливо, це твоя сім'я. І Господь каже, стій на стражі дому свого. Ти, можливо, давно не молився з дому своєму, можливо, на дітей не виховуєш. Господь хоче, щоб ти стояв на дому, чи хочеш якогось більшого служіння. Господь каже, як ти, і дивиться, як ти відповідаєш за чечовічне поле. Як твої діти виростають, як вони служать Господу, чи горить жертвенік в домі твоєму. Господь це все дивиться, хоче щось більшого. А Господь хоче, щоб ти подивився своє серце, те чечовічне поле. Можливо, вже там давно вітер повиздував все, що тільки можна було все добре, що Господь так того старого на нас сажував. А ти стояв і не зберіг те поле. Брави сестри, дай нам сьогодні Господь глянути на наше чечовічне поле. На наше серце. Господи, можливо, вже давно там в лесовіці, ось які лесовіці, вже вовки там бігають, чи леви, як ті фімнавські виноградники, забрили леви. Вивляйте собі, вже в виноградниках леви лазили. Тому що так запущений був такий виноградник, і вони ходили там, і Самсон і шов, і тут на нього леви. Брави сестри, хай збереже нас Господь. Сьогодні про глянути на наше чечовічне поле. Можливо, там вже давно пора зробити обрізання Господнє. Можливо, там вже давно пора навести порядок, і Господь вже хоче послати туди свою благодать. Господь хоче, щоб там прийшов прекрасний урожай, чи чівиці, чи пшениця, чи винограда, чи чогось іншого. А Він не може це зробити, тому що ти не став на стражі. Але звідси взяли там, попідривали ті, знаєте, виноградні лози, і вже цвіт, такий виноградний під цвіті був. І на тобі вже нічого немає. І немає ніякого плода. Можливо, в іншому якому вигляді служіння ти трудишся? Стань світі на стражу. Господь хоче, щоб сьогодні ти стояв вірно і стояв твердо. І через те, як ти захищаєш своє чечовічне поле, Господь дивиться і Господь може дарувати через це перемогу в Ізраїлі. Галінує нашим господом. Можливо, це зіб церва. Я знаю, братьсестри, прекрасно знаючи аеродрону, дуже добре пам'ятаю. Багато разів не були у вас. Але знаю точно, братьсестри, що тут стоять багато шам, синів, адів, які охороняють божий виноградник, які охороняють течовічне поле і не дають ніякому вітру ученню пронятати сюди. Слава нашого Богу, братьсестри. Бережіть, виноградник, бережіть його. Не дайте ворогу допустити, щоб він туди послав лисиць чи лисинят, які би орден у той виноградник. Не дайте вітру мученню чи щось іншого залізти в те твоє служіння, чи в твій дім, чи в те, можливо, молитовне служіння, чи, можливо, читання слова твого. Не допусти, о, шама, туди ворога. Стань стражу, стань на стражу серця свого. І знаю, братьсестри, точно, що Господь прийде із своєю перемогою. Алілуїному. Бережсестри, він дивиться і сьогодні так хоче глянуть, дивиться на свій виноградник і думає, о, де ті шами, як їх чекаю. Дивиться на те чечовічне поле. Бережсестри, на нашу Україну, нашу землю, можливо, глянув. Ах, скільки було прекрасних полів. Їх так охороняв, їх так захищав. Пушлив братьсестри лисиці, прийшла щось інше. І, знаєте, прийшли вітру учені. І багато вже чечовічних полів виноградників давно не проносять плодів. Хай сьогодні твоє серце. Хай сьогодні твоя душа. Твоє служіння. Хай сьогодні наша і ваша церва. Бережсестри, сьогодні хай стануть шами по перимутру того поля, молитовному служінні, чи можливо в проповіді євангелія, чи можливо чомусь іншому і охоряючи вічне поле. Бережсестри, Господь може дати і через це перемогу. Бережсестри, переглянути своє поле. Глянь свою сім'ю. Можливо, вже давно там завелися якісь інші. Господь сьогодні хоче стань на стражу. Хоче сказати, щоб ти став сьогодні на стражу і зробив порядок. Повиганяв лисиць, повиганяв волків, повиганяв те, що не угодно Господу, а щоб сьогодні став наш сосіду чи вічного поля. І що Господь дасть перемогу. Повір, якщо наведеш порядок, Господь дасть перемогу у твоєму серці. Бережсестри, Господь дасть перемогу в церкві. Якщо будуть по перемогу стояти господні молитвники, господні стражі, які не допустять гріх, беззаконні інші речі. Бережсестри, служіння якомусь в храм Господній. Господь буде таких благословляти. І знаєте, мені хотілося б помолитися сьогодні з вами. Можливо, хтось відчував, побачив, Господи, мій воноградник не в порядку, Боже. Я давно туди запустила можливо лиси, чи левів, чи вовків, чи ще щось. Господи, можливо сьогодні моє чечевичне поле, воно давно вже не приносить тобі плодів. Я десь можливо приношу чомусь матеріальному шукаю, і можливо щось інше шукаю. Бережсестри, Господь хоче, щоб сьогодні саме твоє і саме чечевичне поле приносило чечевичні плоди. Стань сіднішами на стражі свого серця. І, бери сестри, ми сьогодні молитви станемо на стражі кожного і вашої і нашої церкви. Господи, защисти наши служения, защисти наши церкви, Господи, и хай придет твоя благодать, братья и сестры, я знаю, кто стоит на страже, Аллилуйя Ему, Господь, братья и сестры, пошли туда свою благодать, и зилье благодать в силу Духа Святого на Тречевечение поле, и приростут эти прекрасные плоды, Аллилуйя Ему, и хай поможет нам Господь, давайте встанем, помолимся, Аминь. ПЕСНЯ 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 А там, а там, мы все поймем. И теперь темно, но ближе край. А там, а там, мы все поймем. Он знает все, где живет. Он нас ведет в небесный дом. Там злоя нет, нет грозных путь. Там светлый мир, там все пойдет. В сердце Богу доверять. Он нас ведет прямым путем. И теперь темно, но ближе край. А там, а там, мы все поймем. И теперь темно, но ближе край. А там, а там, мы все поймем. Захотел Ахав у Навуфея виноградник ближнику купить. Он ведь царь, ему царю виднее, а корот решил там посадить. Но Навуфей упрямым оказался. Это же земля моих отцов. И Ахаву он не покорялся. На своем стоять он был готов. Был печален царь. И вот супруга вопрошает. Милый, что с тобой? Я же верная твоя подруга. Поделись проблему со мной. Рассказал Ахав и Исавели. И она решение приняла. Письма разосла всем поскорее. Лжесвидетелям наказала. Навуфей хулил царя Бога. Ну-ка все, бери его скорей. Вывели за город из порога. Полетел в него вешкал камней. Кто сегодня виноградник очей. Бережет и сердцем, и душой. Будет бит. Хотя и не порочен. Истребят. Хотя и молодой. Только знай. Ахав и Исавели. Бог давно вам вынес приговор. Авель, Навуфей и Иеремия живы. Со Христом нас ждут домой. Суд грядет. Немного нам осталось. Потерпи. Спасенная душа. Верен будь. Ведь жизнь такая радость. Если в сердце носишь Дух Христа. Песня. Здравствуйте. 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 Песня. 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 Слава Богу. Песня. 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 Когда дошел царь Давид до Блахурина, в год вышел один человек из рода дома Саула по имени Семей, сын и злословил, и бросал камни над Давидом, на всех рабов царя Давида, все же люди, все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник, Господь обортил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Иерусалова, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Савеса, сын Саруин, царю, зачем засловить этот мертвый пёс Господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сын Саруин, пусть он засловит, ибо Господь повелел ему засловить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Ещё одно место, это тоже 2 книга царств, 19 глава, с 15 стиха. И возвратился царь и пришёл к Иордану, а иудеи пришли в Алга, чтобы встретить царя и привезти царя через Иордан. И поспешил с имей сын Герри, венеамитянин, из Бахурима. И пошёл с иудеями навстречу царю Давиду. И тысяча человек из венеамитян с ними и сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими, 20 рабами своими. И перешли в Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевезти дом царя и послужить ему, тогда семей сын Герри пал перед царём, только он перешёл Иордан и сказал царю, не поставь ко мне, Господин моё, преступление, и не помяни того, что согрешил род твой в тот день, когда Господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, когда сердце своё. И 23 стих. И сказал царь семей, ты не умрёшь, и поклялся ему царю. Ещё, это будет третья книга царств, вторая голова, с 8 стиха. Вот ещё у тебя семей, сын Герри Венеметянин из Бакулима. Он заслоил меня тяжким заслоем, когда я шёл в Маханаим. Он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему, Господом, говоря, я не мечлю тебя мечом. Мечом. Ты же не оставил его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести стидену его в крови преисподнюю. Ещё 36 стиха. И по славу царь призвал семей и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знаешь, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдёшь в поток и дров, непременно умрёшь. Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал семей царю, хорошо, как приказал господин мой царь, так и сделай дров твой. И жил семей в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у семей двое рабов убежали к конкурсу, царю Махи, царю Герстану. И сказали семей, говоря, вот рабы твои в Гефе. И встал в семей, и следал от слава своего, и отправился в Геф, к конкурсу, искать дрова своих. И возвратился с семей, и привёл рабов своих из Гефа. И донесли с Соломону, что семей ходил из Иерусалима в Геф, и возвратился. И Соломон шестой не повелел царю Мане и сыну Ядаеву. И он пошёл и поразил семей, и тот умер. Знаете, я так читал эти места, ну так много прочитал, и размещал на этой истории про этого человека. Мы видим, что в жизнь Давида пришли серьёзные испытания. Мы видим, что этот семей говорит, что вот ты такой, он там, на тебя сын твой восстал. И такими злословиями, злословия Давида, говорю, что ты убийца, ты там дом Саула убил, чтобы забрать царство. Я смотрю на Давида, а у него, он так спокойно, и те, написано, что упоминалось, когда он говорил за тех храбрых, которые были у Давида, и все они были с ним. И Давид мог в один момент сказать, и они бы этот весь вопрос решили, но Давид говорит, что не трогайте ему, не трогайте, ничего ему делать, так ему, значит, поверил Господь. Мы видим, что они, ну, этот человек у нас жив, они пошли дальше. И тут пришло время, Давид, ну, там была битва, Весолон умер. И Давид возвращается на царство, и этот человек понимает, что вот всё, Давид возвращается, он теперь царь, теперь всё в его власти, он может сделать с ним что угодно. И видим, что этот человек, один из первых, который вышел навстречу Давиду. Написано, что он, вон там, ещё там, многие люди вышли, там, встречать Давида, там. И мы видим, что он, написано, палка ногам этого царя, и говорил, просил прощения у царя, что он так, прости, что он так рад не поступил, поступил так неразумно. И видим, что Давид, так говорит, ну, хорошо, ты не умрёшь, будешь жить. И дальше, уже когда Давид приходилось, пришлось ему уже умирать, уже Соломон был царём, он говорит Соломону, что ты человек мудрый, и вот тот семей, который заслалил меня, что ты так ему просто не оставил. И так и возвращаемся к тому, что, когда это всё проследило, мы видим, что вроде бы так Давид снаружи, вроде бы так спокойствие было, а в сердце, видим, что этот след у него остался, что он аж до смерти это помнил. И сказал Соломону, что Соломон этот вопрос решил. И видим, что Соломон призывает его семей, говорит, что вот, так и так было. Она говорит, да, было, и говорит, царь поклялся, что ты не умрёшь. Но Соломон ему делает условия, говорит, ты живи в Иерусалиме, строй дом, никуда не уходи, тогда тебе будет благословение, с тобой ничего не будет. Но этот человек согласился. Я так смотрю, ну, так уже с ним царь Соломон поступил, что оставил его живым, ещё в Иерусалиме он жил. И тут случилось, что Соломон говорит, если выйдешь куда-то за пределы Иерусалима, то придёшь потом в этот кедрон, то тебе придёт смерть. Видим, что этот человек согласился, и пришло время, когда у него написано, убежали два раба, перешли, ну, Геев убежали. Этот человек, я так смотрю, как так можно было поступить, два раба убежали. И он, даже не задумываясь о том, что царь Мусалман говорил, что как только ты перейдёшь в потоке дрон, что ты умрёшь, ну, придёт такая смерть тебе. Видим, что даже не задумываясь над этим, он идёт за этими рабами. И мы видим, что, ну, он тех рабов-то забрал, мы видим, что царь Соломон об этом узнал. И как-то Соломон говорил, что если ты перейдёшь границу, то ты умрёшь. Так и было вложение. Это отметим, что царь послал этого в ванне, и в ванне я его убил. Я смотрю, такой глупый поступок поступил, что как можно было так оценить свою жизнь, которую тебе, царь тебе дал ещё шанс, чтобы ты жил, дал тебе второй шанс на жизнь. И ты так его бесполезно использовал, там оценив свою жизнь двух рабов. Я так смотрю, ну, такой поступок в его жизни глупый он сделал. Я так смотрю, и каждый из нас в своём сердце сдаст себе вопрос, как я оценил то, чтобы Бог нам дал второй шанс, чтобы Бог нас призвал к себе, чтобы мы можем быть в Церкви Божией, чтобы мы можем служить Господу. И хай каждый из нас посмотрит в своё сердце и подумает, как я это оценив. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу, знаете, с вами сегодня, братья и сестры, поговорить про одну, очень страшную речь, которая называется ненависть. Я вас спитаю. Мы читаем, что мы должны любить ближнего слова. Любовь у нас має быть в сердце. В других местах читаем, что не любите мира, не того, что в мире. Значит, не любовь має быть в сердце нашему. А вот ненависть. Может она быть христианином? И вообще, что она должна быть? Как вы думаете о этой сердце? Ну да. В загальном мы часто думаем, ну, там ненависть, ну, как он может быть христианин, для кого живет в сердце Бог, Бог — любовь, да? И как у него может быть там еще и ненависть? А в Бога, как вы думаете, есть у него нервность или нет? Помните, мы в одном месте читаем, что говорит, что Бог любил, а Исаова что? Бог и любовь. А почему у него нервность берется? Я читал это открытие первого раздела, где Господь говорит о сыне царков. И очень интересная вещь, что я вам зачитаю, это второй раздел открытия с шестого верша. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу, имеющие ухо, да слышишь, что тут говорит царь Пан. И этот самый раздел с четырнадцатого верша. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаам, который научил Валаака вести в собланс с изнов и райливых, чтобы они ели и должетные, и любодействовые. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Успокойся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Это, братья и сестры, я читал вам пророцтво до двоих церков. Первое, это написано Ангеле Ефесской церкви, а второе было Допергамской церкви. И вот знаете, что меня удивило? В обеих местах Господь говорит про одних людей, в которых названы в этих уровнях, они названы как Николаитов. Ну, я не хочу, знаете, приделять им много времени, я думаю, они не заслуживают этого, чтобы мы про них много разговаривали, но меня это интересует другая. Знаете что, две церкви, Ефесская и Пергамская, находятся, в принципе, невеликая листья между ними. Но в одной церкви, в Ефесской, Господь говорит, что тебе хорошо, что ты ненавидишь дела этих людей, как и я ненавиджу. А в другом, в Пергамске, Господь говорит, что и мы против тебя, что у тебя там есть такие люди, которых я ненавиджу. Ну, их дела я ненавиджу. Сдаётся, две церкви, я думаю, которые так же однако поверили в Бога, которые так же, возможно, до них приходили ученики Иисуса Христа, так же одну и ту самую науку говорили, одни и сами слова, возможно, Господь говорил до них. Но почему в Ефесской церкви эти дела этих людей ненавидят? В Пергамской церкви нормально им живется, их дела нормально воспринимаются, все добре. Ну что ж таки? И вообще, почему ты их ненавидишь? И тут в Пергамской церкви, как раз по переднему версии, Бог говорит, что говорит, что Марий, против тебя, что у тебя есть люди, которые держат учения в Аллахаме. И дальше, как подсумок такой, что у тебя есть эти люди. Держащий – это дела Николаїта, которые я не люблю, виноватые. И вот, кажется, что такое в том учении в Аллахаме было? Вы помните всю историю израильского народа, правда? Вы помните, что когда встретили эти два народа, когда Господь хотел прокляшти израильтянин, Бога у этого пророка, но он не прокляв, он дал такую пораду, говорит, что вы с ними что? Подружиться, подружиться, подружиться. Хай они до вас приходят, вы до них, они с вами жертвы, вашим богам, вы их. Ну, вроде все доброе. Подружиться, говорит, и будет вам успех. И как вы думаете, удалось им это сделать? Правда, удалось. Мы видим, что пришла великая поразка на тот момент до израильтян. И вот Господь, знаете, каже, я очень ненавижу этих людей, которые держат учения в Аллахаме, этих Николаїтов. Я думаю, ну почему, Господи, что тут такого? И знаете, я так смотрю сегодня, что вам напоминает эта ситуация? Знаете, мне напоминает сучасный состояние нашего христианства. Я думаю, ну давно было, правда, цей Ефесской, Фергамской церкви. Давно это было, возможно, цей, майже тысячи лет. Но я думаю, ничего не поменялось, правда? Сегодня мы так думаем. В одной церкви эти дела Николаїтов ненавидят, в другой церкви те же самые дела любят, до них нормально ставятся, ничего плохого в этом не видят. Я думаю, ну почему так сталося? Почему, кажется, порядка церкви, очень небольшая воздействие между ними, но одни ненавидят, а другие любят. Но знаете, что нам страшнее? Это то, что говорит Господь, что то, что тебе хорошо, что ты ненавидишь, то, что я ненавидю. А если мы любим то, что Бог ненавидит, то, что будет нам благословить? Правда, нет. И я думаю, что Господь говорит в этой церкви, это было очень строго попереджение, что в твоем сердце нет ненависти, ненависти до дел этих людей. Как вы думаете, как этим людям жилось в церкви, в Ефесской церкви, если их дела ненавидят? Как вы думаете, им там было хорошо или нет? Правда, не очень им было комфортно. Но если твои дела ненавидят, если то, что ты делаешь, это не нравится, то, конечно, у тебя будет такое ставление. Правда? Тебе, возможно, сделают какое-то внимание. Тебе, возможно, что-то скажут, что-то поправят. И человеку не комфортно. Такой человеку, ну, дела, которые ее ненавидят, даже если ее любят, а ее дела ненавидят, то такой человеку не комфортно будет в такой церкви. Ей нужно будет шукать церкву киргамскую, где эти дела никогда и так будут любить. И много людей сегодня так и делают. Они выбирают церкви по принципу, где мне будет легче, где у меня будет меньше претензий, вот я буду туда ходить. И думают, что если они будут делать эти дела Николаїтов, то Бог их за это похвали. Не будет такого, братец. И знаете, хай оцей приклад этих церков будет для вас, ну, знаете, ярким таким прикладом сьогодни. Мы, братцы и сестры, очень много сегодня бачим о этих недобрых дел. Мы бачим, что, как у Севчаня Валаама, оно, знаете, скрит запровадживается. Что каже, ну, свитом дружить, ну, нібито непоганым, ничего там поганого немае, давайте те, якось с тим подружимся, то его возьмем, то добавим, там смешаемся, там объединяемся, там еще что-то сделаем. И думают, что Бог в этом прославится. Да не будет такого. Если мы делаем то, что Бог ненавидит, мы не будем у Бога в любви. Мы не будем отрабатывать от Бога благословение. И поэтому, братцы и сестры, хочется, чтобы каждый из нас Господь сберег. И вашу церковь, и нашу. Чтобы у нас эти дела Николаїтов нужны, чтобы они вызвали нервы. Братцы и сестры, любовь, любить нужно братьев и сестры, любить нужно свою молодь свою, братьев служителей, хор, молитовники, всех других. Эти братья и сестры нужно любить. Свою церковь нужно любить. А эти дела Николаїтов, братья и сестры, хай их не будет у нас. Хай до этих вещей в нашем сердце хай будет нервысть. И не боитесь этого. Потому что часто так говорят, ой, надо всем, чтобы любовь была, надо все любить, надо все покрывать, закрывать, как все обходить. Но Бог очень нравится, и говорит, что то тебе хорошо, что тебе не нравится. Так просто братья и сестры. Хай Господь поможет, чтобы мы с вами любили, любить свою церковь, братья и сестры. Хвалиться на нее, хватайте, ничего плохого нет. Скажите, что ваша церковь правильная, и это будет доброе. Но когда вы видите эти дела Николаїтов, вот тут проявляйте нервысть. А до всего другого, до служения Богу, до своей церкви, до своих братьев и сестры, проявляйте любовь, любите их, благословляйте, и Бог вас очень ясно благословит. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Милость, Боже, Ты мой кровь, Ты скала моя, На пути мои силы грожишь, Не добор и не в чем другом, И понять твое сердце можешь, Только Ты не отрадов Той, Что Ты любишь меня, Что Ты любишь меня, мой Боже, Хоть дрожали с собой мои, И уныние свет затмило, Снова руки Господь Твои, Меня крадостью утвердили, Не добор и не в ком другом, И понять мое сердце можешь, Только Ты не отрадов Той, Что Ты любишь меня, Что Ты любишь меня, Мой Боже, Пребывай на путях Твоих, Больше не для души блаженства, Пусть прославит Тебя в мастер, На земле и небесном царстве, Не добор и не в ком другом, И понять мое сердце можешь, Только Ты не отрадов Той, Что Ты любишь меня, Что Ты любишь меня, Мой Боже, Товары разносил в одном квартале Подвижный башоногий паренек, Его издалека все узнавали, Он был открыт, улыбчив, невысок, Вот как-то раз к закату день склонялся, А он не сделал и воды глотка, И ногу откуда-то постучался, Стакан дала хозяйка молока, Благодарю, а сколько я Вам должен, Вот Ты не должен ровно ничего, Короткий миг, а сердце растревожил, И долго помню мальчуган его, Прошли года, промчались не впустую, Тот паренек стал доктором наук, В одном районе клинику большую Открыл и людям помогал вокруг, Однажды утром, обходя палаты, Больных, что перерывал другой, Забила сердце птицы под халатом, Она, из взгляда более дорогой, Да, время приложило свои руки, И тварь ли он хозяйков мог узнать, И лишь глаза, и слов немногих звуки, Как будто в детстве унесли опять. На выписку готовила старушка, Да вот беда, оплата велика, Вдруг ей приносят чек, платить не нужно, Оплаченная стакана молока, Любовь Господня во всем не исчезла, Она живет в сердцах его детей, В сосудах этих пусть ей будет тесно, И станет мир, тогда чуть-чуть теплей. Поджелкел светущий сад, Вот и вечность на пороге, Пролетела жизнь как сон Без креста вдали от Бога У престола суд идет Слышит страшный голос с небом В книге жизни нет тебя Твой удел огонь и сфера А ведь жизнь не успешно прожить совсем и ночи Осознавши дуристола ты Заплачешь, но, увы, за гробом больше нет Возврата или небо, или ад За жизнь расплата Ознакается тогда За грехи, ошибки, плакат Что поселил, там пожнешь Знаешь ли, что это значит Ты ведь знал, что есть Творец Но судьбу без Бога строя Ты долговой пренебрег Ты с устал спиною А ведь жизнь не успешно прожить совсем и ночи Осознавши дуристола ты Заплачешь, но, увы, за гробом больше нет Возврата или небо, или ад За жизнь расплата Вот спасителю дверей Дни неверия оставляя Позаботься о душе Милый друг, я умоляю Подними свой взор горам Поспеши навстречу свету На коленях пред дворцов Есть начало жизни лета А ведь жизнь не успешно прожить совсем и ночи Не осознавши дуристола Ты заплачешь, но, увы, за гробом больше нет Возврата или небо, или ад За жизнь расплата А ведь жизнь не мог прожить совсем и ночи Осознавши дуристола Ты заплачешь, но, увы, за гробом больше нет Возврата или небо, или ад За жизнь расплата Или небо, или ад За жизнь расплата Тропинкой узкой, иногда извилистой Шли христиане на Христа взирая Они и пели вместе, и молились А впереди сияло солнце рая Тропинка временами так сужалась Что приходилось еле продвигаться Тогда они еще дружнее держались Чтоб не упасть и сзаду не остаться Шли налегке, без тяжестей ненужных Не слели что, что надо бы нам в походе Проблемы разные решили дружно И не было счастливее народу Но путь их был не близок понемногу У некоторых головы склонялись Кто-то упал, поранив боль на ногу Кого-то злые мысли надломили А тут неподалеку шла дорога По ней спокойно ехали машины И вроде в ту же сторону, что Богу И так приятно шелестели шины Вот, посигналил и остановился Автобус с надписью Экспресс-де-Рая Приветливо в водитель обратился Мы христиан уставших подбираем В машине есть места Светло, удобно Здесь все каналы ловит телевизор Вот есть маршрут, описанный подробно А в райном месте нам оформят визу К чему идти пешком, бивая ноги Такой стиль жизни больше не в почете Идете по обочине дороги И будете осмеяны, учтите Пришел прогресс Настали перемены Нам нужно мыслить по-другому, братья И в этом нет никакой-либо проблемы Мы также верим в Боге счастья Вот, посмотрите, все удобно и комфортно Хозяин здесь на славу потрудился Для плоти все устроил превосходно Предусмотрел он все для Пелекрима Вот новый путь, заедем на Голгофу Нам обещали показать распятие Для нас оно, конечно, много значит И с нашим не расходится понятием И вот один, за ним другой присели После автобуса на остановке Вперед идти им больше не хотелось Приятно было в новой обстановке Места им уступили возле окон И с облегчением вытянули ноги И вот смотрели, как уже далеко Шагали не сменившие дороги Они сначала с полей наблюдали Как исчезали дорогие лица Затем глаза смотреть в окно устали Потом закрылись, опустив ресницы Автобус быстро ехал в направлении Неведомому уснувшему народу Ведомо чьей-то твердую рукою Свернул с пути, ведущему к чертову И девы неразумные проснулись Голгофский крест, отыскивая взглядом Уже неумолимо приближаясь К распахнутым воротам с пятной рядом Уже не улыбался им водитель Он усмехался, сняв себя личинам Уже не слышал вопли их спасителей И каждый понял этому причину Средь множества дорог широких Средь тысяч перекрестков мироздания Лишь узкой утропой войдем мы к Богу И чтобы не проснуться с опозданием Не выбирайте легкую дорогу Обманчивая экспресс к воротам рая Аминь Не уходят, уходят горна Словно кошку, суркую вода Три четыридесят полей И от юности только свет Он зовет нас туда А пока Три четыридесят полей Три четыридесят полей И надеялось святое забот Слава Богу нам прожить небе И священный соседнием труд Ну и пусть себе годы идут И священный соседнием труд Слава Богу нам прожить небе Где края Где над нами векам Повыгут как весной облака Бог загрёт на стулях облака Слава Богу нам прожить небе И священный соседнием труд Слава Богу нам прожить небе И надеялось святое забот Слава Богу нам прожить небе И священный соседнием труд Слава Богу нам прожить небе И священный соседнием труд Даю мне слава Богу нам прожить небе Слава Богу нам прожить небе Слава Богу нам прожить небе И священным соседнием труд Слава Богу нам прожить небе Иван Девятов, Матвей 13-го года, хочу запрямовать вам одну историю. Другую притчу, Матвей 13-24. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство Небесное, подобное человеку, посеявшему доброе семя на колесе свое. Когда эти люди спали, пришел враг его, и посеяв между пшеницей плевелой, и ушел. Когда взросла зелень, и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, дыма владыки, сказали ему, «Господин, не добрый ли сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг-человек сделал это. Арабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выбираем их?» Он сказал, «Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдержали вместе с ними пшеницы, а ставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите житницу свою». Братья и сестры мои, слово «Иную притчу» говорит о том, что Христос перед ним говорил о том, что он решил сказать, но он решил сказать, что он из другой стороны. И вот мы читаем, что не раз есть притча, что родила женщина, что она нашла драгму, да, брат сестра мою? Что она нашла клад на поле, перлину там шукал один купец, и радость такая была у них велика. А тут Иисус сказал иную притчу, что выясняется, что кроме радости в Царстве Небесном, дорогие мои, есть переживание, чтобы туда зайти. И он проводит притчу, выясняется, что в этой притче есть какая-то борьба, какие-то такие вещи, которые уже тяжело, ну, их трошки, вроде и радости не стаёт, но, дорогие мои, это борьба, и она продолжается. И вот, дорогие мои, очень простая ситуация. Был один человек, чему я хочу с вами с универсальными процессами, мы наближаемся до жнив. И нам требует трошки зрозуміти, деякий механизм, або деякий характер останних днів, и те, как Господь будет работать с вами и с нами. И вот, дорогие мои, посеял зерно доброе, ну, доброе, все, нибудь, доброе, в порядок. И тут, дорогие мои, выходит, есть враг, приходит. И, знаете, я, на первую, сначала подумал, думаю, вот трошки прогадал ты враг, того человека доброго. Думаю, если бы мне попало все-таки поле, как правило, если бы я не видел этого человека, я бы его перекопал бы, переорал бы, каменьями закидал бы, не знаю, что ему сделал бы, чтобы тот человек знал. А этот враг пришел, но, знаете, не помилайтесь, дорогие мои, тут вершина, апогей. Лукавство и зла. Приходит враг и просто посеял плевел. Пшеница и плевел очень похожи между собой. Справа в том, что только когда появляется колос, тогда можно разобрать. Даже в одном из доказательств я читал, что у плевел черный колос, а у пшеницы золотой. И, дорогие мои, выявляется, знаете, какая была задумка у того врага? Пришел, посеял, и, знаете, как оно, ну, все росте, по-своему. Кто-то, может, пришел к человеку, который родит молодой, который говорит, что-то, вроде, сели, не так густо, так, смотри, какой хороший враг будет пшеницей. Воно росте, так, зелевее, бояе, поднимается, 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 поднимается. Появился плевел, и тут раптом дошло, что между той пшеницей, ну, вот, фактически вот рап. А что же делать, працеста мой? А, смотрите, какая была задумка. И правда, а что делать, дорогие мои? Пшениця выросла, и выросли плевели. Вибрать? Не выберешь, потому что пшеницу выдерживаешь. Бросить? Пшеницю жалко, сколько трудов. Знаете, такая безвихідь, что просто, ну, не знаешь, что делать, дорогие мои. Но, брат сестра мои, наш премудрый Бог наперед нам что-то рассказывает про жнива. Слава и мудрый мысль. И когда ученики пришли на единство, и говорят, а ты нам расскажи про эту притчу, и они тоже их очень задачили. А Иисус, и тут, знаете, працестра моя, начинает их что-то рассказывать. Дуже, ну, знаете, не так, как мы говорим часто, ну, тих так, понимают, а тих так, понимают. Ну, Бог знает, все спасутся, Господь рассудит, и судите. Чули такое, что нет? Ну, ничего воно таке, ну, кто же его знает, Бог знает, Бог там, когда-то разберется. Но смотрите, какие теорические слова Христа будут читать, дорогие мои. Слова Христа. И он им говорит, он же, сказали, Матвей, это 37-й вірш. Си, еще и добрая семья, есть Син человеческий, Христос. А, яшня, добрая, поле есть мир, ну, мы знаем, добрая семья, это сыны, пшеницы, сыны, царствия. А плевали, знаете, чьи сыны, братцы, страны? Лукавого. Я даже взял, трошки, перейдивился, грецкие, трошки эти слова. И знаете, вот, где мы можем молиться, молиться, отче, нар, да, вот, там, невидимое искушение, лезьба у нас. Вот это такое самое слово звучит. Тобто, точно, сыны лукавого. Не лукавые люди. А сыны лукавые. Ну, добре, сыны лукавые. А что же дальше? Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатво есть. Кончина века. А жмецы истут ангелы. Посему, как собираете, и плевали, и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Посой, сын, человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вернули к печи огненный дамы и плачь, скажите, зубов, тогда правильники усеют, как солнце в царстве отца них, кто имеет уши, слышит, да слышит. И тут, брат, сестры, выявляется, дорогие мои, у Христовой церкви, между тобой и мною, может вырастать плевали. Вы скажете, ну, может быть, другие понятия, ну, они открылись там, не закрылись. А Библия говорит, ну, извините, мне страшно, но это слово Христа. Он говорит, нет, не то, что они там, какие-то понятия, то сыны лукавые. Ого, думаю, ну, добре, а что же, ну, как ты, Господи, что же его делать? Ну, посеялись, выросли пшениця, и кукель, або плевели, выросли. А как их разобрать, как их поводбирать? Жди, где ж гнива, осипает за пшеницей, надо что-то делать. Но, знаете, когда Иисус первый раз прийти и рассказывал людям, то Он сказал немножко одну вещь, механизм рассказал. Я немножко брать им рассказывал, поэтому, может, Иван пригодится вам, братцы, с ним. Выявляется, дорогие мои, не переживайте, братцы, с ним, если враг что-то насеял, дорогие мои, то не уже Бог не разберется. Как вы думаете, наш Бог всесильный или не всесильный, братцы, с ним? Всесильный, Господь. Не переживайте, разберетесь, дорогие мои, только будет пшеницей, а он разберется с плевелами. А тут, а я рассказываю, как, братцы, с ним? Меня тоже зацикавило в этот момент. Кажет так, просто, все очень просто. Люди, братцы мои, будут выбирать, не люди будут выбирать плевели, а ангели Божи. Послушайте, Христос этого никому не поручил. Будут выбирать их ангели Божи. Нам довелось, братцы мои, расти разом с ними. Они выбирали соки, выбирали вологу, выбирали, дорогие мои, поживные речовины. Могли быть, гарный врожай, дорогие мои. Могли быть, как сто крадет, когда висака, дорогие мои. Но этого не было. Воно росло, и затяняло, и думали, где оно, и что оно, и собили наши скроны, и взрывали мне нервы, и сердца, и так далее. А вот так, воно росло разом. Кажет, я розслыхаю детей, дедуга. Но потом, братцы мои, в конце, были ангели, и их выбирают. Знаете, как интересно выбирают? И Библия говорит, что в российской Библии, скажем, связки возьмет. Я читал это слово, и тоже перекладывается, и говорится, как собрать будет и в пучки. Ну, это слово, значит, и в пучок небольшой. Знаете, вы на рынке, когда не купили, вы все в городе живете. Мы то не купляем, знаете, у нас есть дома, трошки земля, то не купляет. Дружина меня не посылает. Я купи пучок, там цибули молодые, або петрушки. Вам, может быть, посылают, або сестры, або братьев посылают. Тут такое, пучок, да, понимаешь, ты пучок, там нет, что смотреться. Ну, ничего страшного, пучок. И есть, дорогие мои, связка, а есть целые снопы. И, дорогие мои, вот приходят ангели, и начинают выбирать. И начинают их связывать, у связки. Я начинаю думать, что такое, может быть, значит, связка, что связывает. Ну, может, вы, ну, как, я бачу трошки, как ляжут снопы, попали мне трошки в житті, мы его даже трошки выколачивали. И пробовал просто уже таке, вот, метко показывал мне. Дорогие мои, вы говорите, что когда снип сжатый, он стоит, возьми, кинь, он рассипется. Позбирали его. Брали сноп, брали просто стебла, пшениця той самой. Ну, знаете, я думаю, кто-то старше знает, взяли, обвязывали, ну, закручивали, как могли, там, кто, как мог, або на узлик, как бы, как так. И этот снип тримался, дорогие мои. Я думаю, а что же таке, что за завязки их держат? Не то, что я народ Божий зрозумев. Приходят в церковь люди, брат-сестра моя, и живем разом. Живемо, слава Господа, все нормально. Але колись проходил якийсь такой момент, коли життя Христовой церкви десь повертається трошки, и мы теряем друзей на розділках дорог. И думаю, а что же мы, может быть, что втрачаем друзей, чему? А брат-сестра моя, не то, что, я сейчас так не открылась, я задавал того, колись Ахау, такий був чоловік, недобрий царь, и уже после него жнива, и до него всего родом, добрий сноп такий. И Господь говорит, посмотрите, сколько уже беда не делал, сколько этого горя. До життого на Уфея мы сегодня не слышали, побили камень, и сеневый побил камень. Ну, таке робили, думаю, что же мы можем сделать, Римовик. И вот, знаете, но надо дать какую-то идею, чтобы людей за победу была одна идея, Римовик. И, знаете, приходится, я сам смотрю, и, ну, выясняется, Михаил открывает, что на небе было целое собрание. Господь говорил, как бы кто склонил этого кава, чтобы он аромал Галадский. И вот процессор мне приходит до людей думка такая. Я не знаю, что он думал, ты, как обсудил в себе. Приходит такая думка, а вы знаете, ромов ты Галадский наш. А он говорит, ну да, почему мы его не забираем? Ходим, наверное, ходил. Пришли, ну, знаете, результат. Дорогие мои, знаете, что с моим процессорами живут люди в церкви. Вот приходит такая думка, которая их всех объединяет. А Господь смотрится. Вот приходит, ну, допустим, приходит люди в церкви, которые говорят, что, ну, хорошее сегодня собрание было, да? Хорошее было сегодня собрание, что нет, процессор. Так, больше-менее, правда, ну, это пойдет, да? Да, нормально. А вот, знаете, вот, вроде ничего так, а может кто все так думает? Эх, нема, было бы так пару братьев таких небритых, таких, знаете, подплаток, чтобы такая рубашка на выбор, гитарка так десь биле колен, да, знаете, так музончик такий, чтобы пішел. Вот было бы веселее, да? Может кто-то думает, а то было бы собрание, еще лучше было бы. Знаете, вот такая думка. Он десь сидает и думает, вот этот брат Саш, этот брат Павлик, вот не дают, понимаешь, было бы классно, то это было бы собрание, так это было бы веселее, торжественнее, радостнее было бы. Вот, дорогие мои, думка одному приходит, и другому така приходит думка. Да, ты знаешь, правда, трошки скучновато. Вот там, заместо той колонки ударную остановочку поставил. Вот было бы классно, так ты что там, ух, ух, я не знаю, душа оживает, дух, кто помер, а душа оживает, цикаво. Дорогие мои, вот приходит такая думка, и она начинает людей объединить, знаете, и начинается соблазнение, соблазнение в грецкой мове, знаете, как переводится процесс там, я бы сглузее задумался, перечтал это слово, думаю, что такое соблазнение, что у меня есть в виду Христос. В грецкой мове это слово звучит, как скандалом. Ничего вам не нагадуя это слово, нет? Скандалы. Ну, скандалы, слышали такое слово, да? Может, вы мирно живете, может, у вас бывает дома так. И вот, скандалы, дорогие мои. А что они поставят в ударную остановку, брата, что? Так, знаете, где свои остановки, не хватало мне тут, чтобы Господь меня покарал. Да вы не понимаете, да воно, брата Павла, брата Павла, другий, третий, десятий, ходу немає. Если вход есть, порвала церковь. Если входа немає, по церкви, вот эти люди походили, походили, попробовали, по что, вибачте, попробовали на крепости. Ага, стоять, братя, крепко, что же делать? Ах, дорогие мои, мы думаем, послушайте меня, и мы думаем, что то, брата их не пострелили, там, чи не дали там разбиваться молодежи, например, там, або ставьте мне другие приклады, не только это молодые касания. А то, ангелы Божьи, братцы, с вами, а то, ангелы Божьи, подивився Господь, ага, вот то, и то, и вот, будет беда на аэродроме, будет беда. Что же делать? А думка одна, ангелы пришли, каже, ангелы, а ну выберите эти плеви, а ну выберите их. Раз, два, два, два. Вы думаете, ангели прилетят, вот так будут выбирать, где-то крила такие, того брата выведут из церкви, того. Воно невидимо робиться, процесс мой, ангели невидимые, воно невидимо робиться, дорогие мои. Я смотрю на протязи, потому что много лет, как Господь працюет в церкви, дорогие мои. Раз, объединены одной думкой, он их раз в плечоке, чтобы много то в связку, а много то в снопик, дорогие мои. Связали их, раз, и с церковью. Раз, и с церковью. Кто-то задумал до Римби, чтобы внести, допустим, святские одяди, какие-то переживания, попробовал, попробовал. Не идут, поломали, поломали братьев, а они стоят, ну что же его делать. Ну что, попробовали, попробовали, а побачили, каже ангелам, а ну выберите их. От того и от того, от того, от того, от того, и того, и того выберем. Выбирали ангели, связали, одну и другую идея такая, связали, чтобы мирским не занимались, не нашли в церкви скандали. Раз, и за церковь, братец мои. И, дорогие мои, вот так происходит очищение Христовой церкви. Я, братец мои, вот так слушал сегодня этих детей, я пригодил, братец мои. В 90-х роках было очень, кто помнит, 90-х роках было очень тяжко финансово. Я помню, дорогие мои, нам лишается до открытия Дома молитвы буквально пару месяцев. 8 березня 1993-го року, 1993-го року. Знаете, была у нас такая, я не скажу, что они сами лукаво, чи плевели процессом. Я не знаю, Бог знает, Бог определяет, нам не да на это знать. Но просто казали, как прикол, невеличкий. И вот, братец мои, у нас было такое величное семейство, такое великое. И знаете, ну, там потушил, там заговорилось. Там уже планили, там уже поколезло. Слушайте, так было трудно с нами, честно, так было трудно. И знаете, дорогие мои, то мирский одяг, то гоща святского, то что-то там такое, и десь в церкви, в Диле Божьем, что-то найти, ну, ложечек, чтобы что-то заработать, что-то в карманчик. И так они тяжко мучили церкви, дорогие мои. И что вы думаете? 8 березня мы же являлись на ломание хлеба. Средни бы там диакон церкви был. Был регент хору. Пів хору было там, везде, сами. Мы готовились, мы делали утвердя дома молитвой, уже закинчили дню молитвы. И, дорогие мои, рапто мы проходим на зебранье, а их нет. Дима, недельный день, а диждень, никого нет. А потом выявляется, что они там через 300 метров, возможно, у нас в готеле Новокаховка, а их там рукополагают, выявляется уже на сползюле, новая церковь открывается. Приехали в Ньюсси, привезли, ну, как вам сказать, так, чтобы вы понимали меня. Побачали, дешево показали, да? Привезли, дешево привезли, дорогие мои. Решили новую церковь почать, вот читавши там перед своими хазівами, что новая церковь, дорогие мои. И я послушаю, парицесты мои. И так легенько раз, я просто вражался. Ангели Божи прийшли, раз-раз-раз-раз, связали их одной. Хорошая идея, новая церковь, хорошая идея, парицесты. Хорошая идея, вы что? Царство Христово умножается, парицесты. Что вы думаете? Так и раз, и за церковь. А они, ну, я немножко родня моя там была, и они, давай до меня, ходима с нами, ходима с нами. У нас будут, ну, хорошие зарплаты, там такие спонсоры, дом молитвы построят. Я, парицесты мои, стою, доблюсь на них, а так, дети подрастали, маленькие, все старшие, ну, все маленькие. И думаю, что делать, парицесты мои? И, знаете, приходит такая, и давай, идем с нами, там будет, на что держится, за что там, вы тут все там таки, у вас перспективы нет. А я так стою, братцесты мои, и слухаю сердце своё, а он молчит, категорично молчит. Я говорю, знаешь, ходи сюда, говорю, бачите двери церковные? Кажи, бачу. Кажу, послухай, буду эти двери открывать и закрывать. Буду тут полмить, після народа Божьего, святого. Кажу, церкви за вами такими, никуда не будут. Ну, пожалеешь, скажу, побачу. Вот будешь там вспоминать, говорю, добрый день, пожалуйста, Пошли эти люди, идем люди в молитве, что там делать, не буду говорить, не хочу. Но все, все нормально, на месте. Я не знаю, кто они, это не лукаво, плевели, но вот такая была ситуация, парицесты мои. И уже нам им было важно, а требовало до жертвы было идти. И прошло жнова, они уже идут, парицесты мои. Христос давно каже, что жертвы много, да, парицесты мои? Помните, Матвия, двое три года мы мечтаем? Жертвы много, когда еще? Это, как я сказал, то жертва началась давно. И так и пошли, парицесты мои. И мы так стали, знаете, глянули все, пив хора не имею, спевики хорошие, ничего не скажу, демболитие открывать через два месяца, остерпан, хрикавли, хор разваленный, все разбито. И перетекаю, пожалуйста, станешь аргентом хора, как вы брать? Я же, знаете, я же ни одной нотки не знаю, слух есть, слух есть, парицесты мои, слух у меня есть. Я говорю, есть нотки не знаю, у меня душевазка будет. Но так меня ревность взяла, парицесты мои, так мне захотели, думаю, я рада того, чтобы не по соромости имя Господне, думаю, ничего, ничего. Вот девчонка, она сутка была, играла пальчиком мне ноти на пианино, играла, дорогие мои, я учил хор, на слух учил хор. Парицесты мои провели, и свято, дом Днемолития освятили, и еще много роков, ориентом хор, вот так и учили, только потом я сказал, что все детей, которые у меня будут, и будут заставить в всю церковь, чтобы детей просили, гнали, заставляли, чтобы все могли играть и спевать, помогать на пианино, процесты мои. Так до этого часа вышло, у нас в церкви очень много музыкантов, десятки, профессионные музыканты, есть школьные программы, и вот так ангел Божий, проходят процессы мои. Я сейчас страдал и переживал, может, вы так думаете, я отъехал сюда, это слово меня разбудило, я раньше стал, начал его готовить, хочу вас благодарить, процесты мои. Может, может, церковь и ваша прошла очень тяжкий шлях, и вы смотрите, ну, небо редкие полы, небо не стает, было так густо, а то небо так, грече, и грече, вот, там нашли краще, может, не так, у вас так, дорогие мои, там краще, а там воте можно, а там веселей, а там ударнички, а там, а там можно, что за блуд Actor можно, моё, я так притко trusty мои, а им скажу, дорогие мои, что вы не журюйтесь, дорогие мои, не журюйтесь. Сегодня приехал Господь, пришел все зools заставイ operators. Слава иму, дорогие мои, чтобы вы не журились, дорогие мои, а вы decline ваши Госпады. знаете, что вы, моиidentally, то что, Вы знаете, если он не стоит немного плевел, как вы думаете, вы скажете, ну, печаль, братец, я не знаю, но я смотрю, дорогие мои, что я одни только те, что труд, дорогие, может, ты ходишь в это зебрание уже на автомат, как говорят, ну, ходишь в это зебрание, уже, а вы знаете, почему-то и так, почему-то сегодня Господь начал с первого брата говорить, я не знаю, подумай трошки, подумай, может, ты думаешь, о, там, как там, может, как мне что-то пропонували, так, знаете, стрелили коври, да, где стрелять мягко, там твердо спать, не забудьте, и, дорогие мои, вот так стрелилось, я багато, багато вам рассказал, просто, я, ну, не, 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 не маю права, багато вам рассказал прикладів, дорогие мои, и, вот, дорогие мои, приходит такой час, и, знаете, идем мы по життю, и приходят англи Божи, и помогают, дорогие мои, идуть жнива, и Христова Церква готовится до поднятя, Аллилуйя Богу нашему, Бог памятает своих, Бог знает своих, дорогие мои, и вот эти притчи говорится про те, что вот так связал, связал, и с церковью, с церковью, а ты сегодня ходишь, может, во это зебрание, и уже так подумаешь, там, десь в глубине души, а я тебе скажу, в притчах 23.7 говорится, что, как его мисло его, в душе его, так он и он, ну, людина там, про одну людину говорится, и вот если ты ходишь на зебрание, то ты думаешь, ну, вот, ну, да, я вот, ну, все, вот, такие псалмы, хоть таких псалм, веселок не дают, хоть того не дают, того не дают, а я думаю, я тебе скажу, а молиться вас церковью дают, что не дают, молиться, дают или нет? Дают, да? А ходить святости учат, или нет? Страхи можем ходить, учат? Учат. Дорима, трудиться можем в церковь, или нет ничего делать? Дорима, так можно, но если такая думка пришла, послухай, труд дорогой, может, ради тебя Господь нас взорвав по тревоге, я тебе скажу, мы не думали ехать, Мирослав давно просил, чтобы мы приехали, еще братья Илья, вот, но мы не думали, но Бог по тревоге взорвав нас, я сказал, иди сюда, я ехал и думаю, Боже, почему мы сюда едем? Нормальная церковь, все доброе, братцы мои, сегодня Господь хочет тебя запомнить от этого кроку, знаешь, ты сказал, что ты, может, задумал уже в думках, вот, я вот там пойду, там, вот так вот у меня будет, тут там тесно мне, слушай, а то плоти твои тесно, я відчуваю тут для духа радость, Алевуя Богу нашему, правда, братцы мои? Народованность духу радость, слава Богу, дорогие мои, мы відчуваем Боже в благодатном зібранье, дорогие мои, если нет преимуществ, то остановимся, потому что, послушайте, страшные вещи, мне не просто на улице тепле, эти снобки, або эти пучки, связки, дорогие мои, их ждет страшная печь, вечно печь, бачите, на искренность духу, то не игрушки, мы сегодня, мы сегодня победим, не игрушки, дорогие мои, мы говорим сегодня слова, на искренность здорового сместа, и вот, братцы мои, знаете, а, может, тому зупиниться, подумай, крепко буду перед тем, як робить какие-то свои кроки, дорогие мои, а другим скажу, молоді дорогие, старшим, братям и сестрам моим, знаете, коли трошка не стает плевел, радеюють рады наши, але знаете, пісню такую очень люблю, сомгнитесь теснее, рады молодее, в решительной битве никто не отстань, дорогие мои. Я считаю, наверное, и так, братцы мои, рады замкнули, идем дальше, за Господом нашим, и Он поможет. А кто, возможно, чувствует себя, что все эти думки не может избавиться, Бог тебя сегодня может избавить от них. Написано, что, мы читаем в 1-м розове, 18-м віршом, Господь говорит, что ни покорим, ни не слухняням, Бог может дать образ мыслей правильника, Бог может переменить твои думки, не падешь, не сгорешь в твоей печи, не вынесет тебя Господь, ангел Божий из церкви, не вынесет тебя, что ты даже где-то поранил враг, мы что, как вы сегодня слышали, ясни, вражаются, за друзей, уже друзья тебе наговорили, да что вы там на твоей аэродромной, дури любите тебя в церкви, что вы там, да вот там, да вот там, да послушайте, дорогие мои, не надо, подчекай, мы тут заразили, потому что где-то рано твоё сердце, твои думки начали думать, а ты послушай меня, а сегодня Господь прийшел за стилням, хоть я тебе мир, спокойствие и свою благодать. Друг дорогий, не сгубься, идут жнивари, где Христос? И ангели Божьи, они видимо, працюют по церквам, я никогда думаю, ах, а там, дивись, а там так и церкви, а там так и... А я думаю, что Господи, так журюся, может, как братьевцы ваши, что вы чули, журятся в процессах моих, и думают, Господи, что же воно так? А как воно так? Я колись в процессах тоже дуже журюся, прийшла Свобода, и я не раз так думаю, господи, может, хиба это самый такой разумный, тут в целом округе, дорогие мои, там друзья мои, слушайте, слушайте, Юля, так, дивиться на нас, они как на отстало, нас уже встали, что вы, да, да, все побежали, куда бегать, куда бегать? Так молился, говорю, Господь, ответит за себя, за семьи, за церковь, говорю, Господи, что мне делать? Как я кричал, говорю, Господи, ну, вроде же тоже, вроде же нормальные хлопцы, при памяти, ну, как так у них, как брат сказал, чёрное стало белым, а белое – чёрное. А я не могу, мне, точнее, ну, не могу я этого, ну, не приймем, не маю мий дух, не кучу, не буду, не ходь, не… не видам я все, Господи. И брат сестром, мне поверьте, что приезжало до меня двойче сосуд, я не знаю моих таймоненькох нужды, и через двух сосудей мне каже, Господь, учение правильное, как я был потешен, брат сестром, как меня утешил Господь, как я его подарил, а потом, Я говорю, ребята, вы выбрали дорогу, пожалуйста, а я иду по стежинке, автобусу мне не нужно, как сестри сказали сегодня. Прошлое какое-то собрание сегодня, послушание, будьте пивны, не загубиться, братцы мои, кто даже как в лесу пішел, не переменяй Христа, вертайся. Братцы мои, слава Иисусу Христу! И в конце, братцы мои, гостя Богу, дякуй Богу, молиться Богу, и Дорога Церква, и Новокаховский, и Запорожжский, дорогие мои, обедриться. Працює Господь, братцы мои, працює дивный Бог, не видимо ангели учащих Христову Церкву, и скоро, братцы мои, скоро, облегчена, без тягарей, без греха и без закона. Только Господь поднимет руку, и той арканел затрубит, и мы, братцы мои, поднимемся, на облаках будет зустрять Христово Иисусу. И ты тогда скажешь, как хорошо, что я лишился, как хорошо, что я не пошел на манильцы. Вот Бог, на которого я оповал. Процессор мой, Он ждет нас. Подякуй Богу, или нет? Стоим на коленах, молимся Богу, аминь. Песня. 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 Оттуда входят цыгане, и виноградник разрушают, даже кору сняли. И что мы не делали? Молились, опостились, так и произошло. Произошло или нет? Произошло через хор. Что мы не делали? Бог сказал. Ну, видели лебедя. Сегодня брат Вася утешил, что это ангелы делают. Был зал полный, полный зал. Были откровения, уменьшится, уменьшится. Бог будет просеивать, Бог будет готовить народ свой. Ты будешь скорбеть, что я никакие, Господи, прости, каюсь, и посты, и молитвы, и все. Уменьшился. Ничего мы не сделали. Однажды я как-то на братском сказал, говорю так, ну, даже было такое показано, что очень мало будет. Очень мало будет. И было показано, как раз идет хлебопреломление. Хлебопреломление. Народу мало. Надя, он знает. Хлебопреломление. Проводим хлебопреломление и голос. Голос такой. Это церковь моя. Братья и сестры. Поэтому давайте не против Бога, а за Бога. И если это делают ангелы, они будут это делать. Это делать. И Бог поможет, чтобы тут не было плевелов. Не было. А все были народ Божий, церковь, Иисуса Христа, доброе семя. Доброе семя. Когда с хором начали происходить эти действия, то первым пришел на помощь брат Василий. Помним, да? Помощь была, поддержали, молились. Потом помощь пришла с Мариуполя. С Мариуполя пришла помощь. Это Бог делает или кто? Мы что, просили? Господи, с Мариуполя дай нам помощь. Или не просили? Не просили. И когда сестра Надя приехала, первое ее тут было пророчество. Да, Надя? Что тебе Бог сказал? Это я тебя послал сюда. Надя, тебе в Мариуполе Бог говорил, что тебя посылают. Нет. А сюда приехал, говорит, это я тебя послал сюда. На этот труд. Если Бог послал, она тут и держится. Тяжело, болело, учится, уроки, все. А Бог послал. И мы видим, что это сделал Бог. Слава Ему. Слава Богу. И мы видим это. Мы молимся. Так что, не дай Бог, чтобы тот, кого Бог готовит, он воспротивился. Воспротивился. Я вам так немножко напомнил это все. Напомнил. И не будем, ну так, плевелый, да? Ну и непонятно, как брат вас говорит. А вот сказать, не будем скандальными людьми. Понятно тогда, да? Все понятно и ясно, ясно. Поэтому благодарны Господу, что он помогает во всем. Да, слава Господу. Мы были там на служении в Николаеве. Так неожиданно тоже. Знаете, вот говорят там, ну разгоняет, разгоняет, разгоняет. Я вам свидетельствую пред Богом. Везде ставил эту нужду. Ну же и правда. Не, ну Боже, живой. Сказал, вот правда. Там молчит за это. Там молчит за это. Едет к нам сосуд, я потаевную комнату, закрылся, молит. Боже, ну скажи, может это правда? Так зачем я буду это делать? Чтоб потом шел? В озеро огненное. Молчит Бог. А наоборот говорит, еще будут стесненные обстоятельства. Последнее говорит. Буду говорить, не буду говорить через пророчество, а буду говорить твоему сердцу. И ты должен понять будешь, что это я говорю. И ты должен будешь выносить мои решения. Но немногие с ними согласятся. Страшно. Может, не надо. Надо. Бог сказал, будешь выносить мои решения. И немногие с ними согласятся. А то и церковь. А пока, как братья говорят, я в этом смело говорю. Это не мое такое, какое-то размышление. А пока в земной церкви все здесь. И святые, и праведные. И кто налево. И кто направо. И кто-то идите от меня. Пока здесь сидят все. Это в каждой церкви. И вы можете сказать, нет, мы святые. Нет. Сегодня напоминалось об откровении. Семь церквей. Все же там приходят, и все говорят, мы святые. И Николаиты святые. И Валаам, и учения святые. И Изавель святые. Все святые. И даже Ладокийская церковь святая. А это на земле. Но придет время жатвы. Время жатвы. Но знаете, церковь, врата ада не одолеют. Не одолеют никогда. Поэтому пусть Бог поможет. Пусть Бог благословит. Мы благодарим Бога за то, что послал, как брат Вася говорит, как ты сказал, как пожарников, или как? По тревоге. По тревоге. По тревоге. Бог знает сердца. Бог знает намерения. Бог знает всех нас. И Он по тревоге посылает. Вот там, где мы были, там тоже тревога. Знаете, ну как бы ни было тревоги, но я увидел тревогу. Вроде все хорошо. Вроде люди съезжаются. Вроде все. Но почему-то я молюсь, вот все, в благотачь прибыла все. А в сердце тревога. Говорю, Господи, что такое? Будет как в Таллине. Будет как в Таллине. Что люди съезжаются, братья радуются. И оттуда, оттуда. А учение такого не преподается. Будет как в Таллине. И я с первого раза и говорю, там, братья, вы разберитесь. Люди разные едут. Особенно с братства по ночкам едут. Я стоял, исповедовал их. У меня как будто в спину что-то забили. И в холодной комнате, они с братом дьяконом. Они идут и идут. А что с ними разговаривать? Они учения не знают. Они говорят, омовение нема. Исповедания нету. И они рассказывают такие вещи, ну, полумирские люди. А идут, потому что молиться с помазанием за исцеление. Как? Они не научены. Не научены. И один вышел, трое заходят. Мы с братом дьяконом. Я не буду ложить. Я говорю, да я не буду ложить. А братья ложат. Братья ложат. Пришлось немножко подучить. Поэтому, Боже, помоги, благослови. Все хорошо. Благодать Божья. Все. Но знайте, если теряется учение, оно все разрушится. Разрушил. Таллине оставили, что там, любовь и Дух Святой. А учение ушло. И туда поплыли, поплыли. И все, Бог ушел. Поэтому, Боже, помоги, благослови. Мы благодарны, что вы посетили нас. Посетили. Будете проезжать мимо там. На западную Чепудану. Не проезжайте. Заезжайте. Заезжайте. У нас есть ваши представители. И мы с них будем требовать этого. Хорошо. Пусть Бог у нас. Может быть, есть те, которые хотят покаяться, служить Господу. Я хочу покаяться. Не ходи. Еще, может, есть. Может, кто-то почувствовал что-то. Кто-то не устоял. Не стесняйтесь. Надо победа. Надо молитва. Надо друг друга поддерживать. Там, где мы были, тоже один там. Ну, он, не знаю, назвать его братом. И в церкви он ушел. И пришел на исповедание. Я же ничего не знаю с братом. И он там нужды свои. Мы ему отвечаем. Он говорит, вспыхнет на нас. И чуть не драться. Оказывается. А ему там, когда мы уже зашли, было сказано. Он сам тут сказал. Сказано. Подошел, пошел сосуд. И говорит, закрой в ста свои. И он на нас. Я его не могу остановить. А брат мне помогает. Я говорю, так слушай. Мы его не остановим. Бог сказал, закрой в ста свои. И он и Бога. Я говорю, так ты и Бога не слушаешь. Что мы тебе скажем? Открыли дверь и выходи. Поэтому, Господи, помоги и укрепи. Больше нету? Помолимся. Боже наш. Я хочу сказать, чтобы мы сегодня приехали. Такая у нас делегация несерьезная. Приехали нами два брата Диакона. Брата Святого Петровича Собачева. Я как у нашей церкви. Брат Анатолий Славович, не знаю, за херном. Не знаю, там есть, или нет. Вы высокий его. Наш старший по району, микрорайон Собол. Валерий Осмейцев. Брата Святого Петрович, у нас есть директор надельной школы. У нас есть директор надельной школы. Брата Святого Петровича. Брата Святого Петрович, у нас есть директор надельной школы. Я думаю, что вы не забываете про нас, но мы хотели от нашей молодости, от нашего организационного отдела подарить на память вам небольшой подарок. Такие фотографии нашей молодости, нашей медельной школы, духовый оркестр, центральный хор. На память про нашу молодь, нашу церковь. При возможности будем заезжать. Но это раз мы приехали, то ждем вас, гостя. Приезжайте вы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok